Здравствуйте! Рубенс – одна из сияющих вершин в горной цепи выдающихся художников мировой культуры. И дело в том, что Рубенс, я думаю, у некоторых из нас вызывает какое-то двойственное чувство. Но мы полагали, что Рубенс – это певец в пышнотелых красавиц. И как-то это немножечко нас смущает. Ну, это, наверное, зависит от наших вкусов и пристрастий. Особенно сейчас, в наше время, постоянных диет. И тем, что мы все следим за весом, становимся каждый день на весы, которых в то время, наверное, ни у кого и не было у тех красавиц. Тем более фламандских. И мы, конечно, с позиции нашего сегодняшнего гламурного восприятия красоты немножечко так специфически относимся к этому. Хотя, должен вам сказать, что вообще и на Руси считалось, что, ну, скажем так, полная женщина является источником или с признаком здоровья, розовощокая и такая дебилая. Она, в общем-то, будет хорошей матерью, хорошей хозяйкой. Ну, и символ такой вот красоты, что ли. Меняются ориентиры, меняются вкусы, меняются пристрастия, меняются, наконец, мода, но не меняется искусство само по себе, не меняется красота, как понятие совершенства и гармонии. И Рубенс в этом отношении преуспел, как мало кто. Алхимик Брендель однажды пришел к Рубенсу и предложил ему вложиться в его эксперименты, которые должны были свинец превращать в золото. Ну, как бы уповая на то, или предлагая, или апеллируя к нему, и говоря, что они, вот если удастся этот секрет раскрыть, то они разбогатеют невероятно. На что Рубенс ему возразил, у меня уже есть свой секрет, который дороже золота. Это моя кисть, это мои кисти и палитра. И он знал, о чем он говорил. Это один из самых успешных и, пожалуй, самых богатых художников, которых когда-либо знала история. Потому что, когда распродавали его имущество после его смерти, там что-то за 600 тысяч флоринов, что ли, ушло все имущество. Там было бесконечное количество домов, замки, его собственный дворец в Антверпене. И на 1900 год это представляло что-то 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов в 1900 году это были баснословные деньги. И вот представьте себе, каким он богатым человеком был. И, конечно, его фигура до сих пор вызывает неоднозначное восприятие. Его считают балованием судьбы, в какой-то мере, ну, даже, можно сказать, эксплуататором чужого труда. Но вообще, если коснуться характера его творчества и того, что он вынужден был содержать в мастерскую, где постоянно работало много, не то чтобы подмастерев, а известных художников, надо вам заметить, среди которых был Снейдерс, Ян Брегель, Йорданс, Якоб Йорданс. Такие величины. И как бы они работали с ним в содружестве, и никто не считал зазорным работать в его мастерской. Почему такая история была? Почему он вынужден был привлекать известных художников для того, чтобы создавать произведение искусства? Дело в том, что он добился такой популярности всеевропейской, что был буквально завален заказами от особ королевских и знатных родов. Все наперебой просили его сделать картины, и стояли в очередь, что называется, к нему, и поэтому он не успевал. И если бы он только сам работал, он не успел бы сделать столько, сколько он сделал за свою жизнь. Вообще, на самом деле, он является автором 600 картин. Тогда как за его подписью их гораздо больше, этих картин. И он вынужден был нанимать или приглашать художников с тем, чтобы они, и подмастерив высокого уровня, с тем, чтобы они помогали ему создавать картины. Что происходило? Ни одной работы он не делал без того, чтобы не сделать предварительных эскизов. Эскизов в грязали, или даже маленьких живописных оригиналов, по которым эти картины воспроизводились. Но чаще всего он не выпускал картины из своей мастерской, прежде чем он в самые ответственные участки не пройдется собственной кистью. Ну, например, он писал лица, дописывал лица сам. Хотя в некоторых работах мы можем увидеть, что там есть огрехи, нет такого совершенства, и тогда мы можем предположить, что это делал не он, а делали его подмастерие или те, кто ему помогал. Ну, допустим, возвращение Дианы с охоты, все, что написано, фрукты, собаки, это написано Снейдерсом. И мы здесь, глядя на эту картину, мы можем видеть, что это написано с той тщательностью, с той изысканностью, которую писал свои натюрморты и свои живописные работы Снейдерс. Правда, позже и Йорданс, и Снейдерс, и все остальные стали работать самостоятельно, он нанял других художников. Ну и вообще, к концу жизни, надо вам заметить, что он был поражен болезнью подагры, от которой у него сначала отнялась одна рука, потом другая рука, и он вынужден был вообще оставить живопись как таковую. Ну, это к концу жизни. И надо сказать, что к концу жизни он все те полотна, который писал, он уже писал небольшого размера, и они носили такой камерный характер, и уже не были заказными по своей сути. Еще одно обстоятельство нужно отметить. У него не хватало терпения долго работать над своим полотном. Вообще он был известен тем, что работал очень быстро. И все современники поражались, насколько быстро он работает. Там, скажем, поклонение волхов была история, по-моему, в 1611 году, общеизвестная история, когда он за 11 дней написал вот эту работу «Поклонение волхов», причем большого размера, 3 на что-то с чем-то, метром. Ну, вам надо сказать, что «Поклонение волхов» он написал не один десяток штук вообще-то. «Поклонение волхов», по-моему, он 30 раз писал, если я не ошибаюсь. И многие работы он повторял по многу раз. Поэтому это свидетельствует, во-первых, о его работоспособности. Но когда мы говорим о Рубинсе, вы знаете, что нужно заметить? Вот все считали, что он баловень судьбы. Когда мы смотрим на его полотна, мы видим рафинированность тех образов, которые написаны им, светоносность тех образов. И какую-то необычайную легкость в передаче движения. Вообще, надо заметить, что в Рубинсе счастливым образом сосчиталась великолепная образованность, надо вам заметить. Он был энциклопедически образован. И вот я уже снова возвращаюсь к мысли, с удовольствием об этом говорю, что гении такого уровня, как правило, хорошо образованы. Но понимаете, какая вещь? Рубинс – это фламандец, это Нидерланды. И вот было два явления – Нидерланды и Голландия. То есть это сначала было бургундским герцогством. Как мы помним, когда мы рассказывали о Ван Эйке, как раз Ван Эйк жил в пору бургундского герцогства, которое объединяло эти две земли. Но в силу различных обстоятельств всех трагических событий, которые последовали вслед за распадом, или вернее, ну да, за распадом бургундского герцогства, которое отошло к королю, к императору, вернее, Карлу Пятому. И тут нужно заметить следующую вещь, что вот удивительное дело, Карл Пятый, будучи в отсвете лет, ну 50 лет для руководителя страны, это возраст расцвета, мы знаем много руководителей, которые гораздо более старшим возрастом, продолжают руководить странами, а вот он взял в период своего расцвета и отрекся от своего сана и разделил свое наследство между одним сыном и другим сыном. Одному отдал немецкие земли, а другому отдал Испанию и Нидерланды. И вот Нидерландам в этом отношении не повезло, потому что Филипп II, как мы уже когда-то отмечали, это когда я рассказывал о Бельгрека, Филипп II был фанатиком, католиком, яростным. А Нидерланды, не Нидерланды, а вот это вот образование герцко-бургундское, оно состояло из двух частей, одно из них было протестантским, другое католическим. И Филипп II, поскольку ему это отошло, насаждал там католичных. Ну и исторически надо вскользь заметить, что возникло явление такое контрреформация. Ну мы знаем историю с реформацией, начало которой положил Мартин Лютер, когда протестантизм ратовал за то, чтобы все эти процедуры церковные были значительно упрощены. И там вот на этой почве возникли серьезные проблемы, и по этому поводу пролилось много крови. И был создан, так сказать, триденский собор, на котором, вообще говоря, ужесточились все установления католические. И началась такая реакция. Сначала Григорий XIII, который создал тот самый григорианский календарь, пресловутый, по которому мы топерича живем-то, собственно. А затем, по-моему, Павел V, что ли, который, прикинувшись немощным старичком, хитро пролез в папство, а потом оказался вполне бодрым, и более того, жестким. И вот он проводил всю вот эту вот линию жесткую, подавление всякого инакомысля, и это все, я бы не стал об этом говорить, если бы это не сказалось на Нидерландах и на Голландии. Там возникла многолетняя война, было много жертв, где насаждалось вот это вот католичество огнем и мечом, особенно свирепствовал герцог Альба. И вот тогда, когда появился, пришел герцог Альба, назначенный Филиппом II, вот он и проявил во всю свою ширь крайнюю жестокость, где была устроена во Фландрии, в частности, масса казни, и вот это как раз повлияло на судьбу семьи Рубенсов. Ян Рубенс был советником при магистрате города Антверпен, он занял достаточно такое высокое положение, ну и они, поскольку они, весь этот магистрат и Антверпен резко восстали против католической Испании, и после того, как герцог Альба вошел в Антверпен, и Брюссель в частности, и началась кровавая вакханалия, Ян Брейгель, поскольку был замешан в протестных движениях, вынужден был бежать из Антверпена в Кельн, и там он все равно устроился неплохо у жены принца Аранского, но самое неприятное, что, и в это время уже у них было порядка шести детей, если я не ошибаюсь, уже в Зигине родился как раз в 1577 году наш благословенный Питер Пауль Рубенс, и я бы не стал так подробно об этом говорить, если бы это не повлияло на его судьбу, на их жизнь, дело в том, что Ян Рубенс был хорош собой, умен, и он стал и адвокатом, и личным секретарем Анны, жены принца Аранского, и как его назвали молчаливым, молчаливый в основном был занят тем, что собирал войско, с помощью которого он пытался сражаться с испанцами, ездил в Англию, по германским землям, то есть дома не был, ну и тут Ян Рубенс, будущий вхож к Анне, каким-то образом, как это в одной песне пелось, мы жили по соседству, встречались просто так, и я в него влюбилась, сама не знаю как, то есть вот там случился этот вот адюльтер, в результате которого после некоторого количества встреч родилась маленькая девочка, представьте себе у вельможи, у насауских вельмож, владетельных герцогов, вдруг появился внебрачный ребенок, а в Германии в ту пору были такие жесткие законы, что за измену каралось смертной казнью, особенно когда такие персоны, как Анна, жена герцога Аранского, его поймали, арестовали, посадили герцоги эти, и готовы были казнить его, и тогда вот, тогда вот сыграла роль, интересная, преданность жены, Марии Пемпельникс, представляете, она встала на сторону мужа, она не стала осуждать его, отрекаться от него, а наоборот, всеми силами включилась борьба за него, вот представляете, какая мать была у Рубенса, и между прочим, вот такой характер матери, я думаю, в значительной мере повлиял на характер Рубенса, который потом, восприняв от матери вот это вот свойство характера, был всегда последователен и настойчив в достижении своих целей, мы об этом еще потом поговорим, и вот, Мария Пемпельникс включилась в борьбу, стала грозить Нассаусским тем, что они же стремились это все спрятать, чтобы это не всплыло наружу, потому что это величайший позор на их фамилию, известную в Европе, а она грозилась им тем, что если они казнят его, то она обнародует, и тогда позора не оберутся, и они вынуждены были пойти на ее условия, ну, естественно, они запросили немножко денег, по-моему, 6 тысяч гульдинов, ну, поскольку Ян Рубенс был не бедным человеком, когда был советником при магистрате, какое-то имущество, какое-никакое у них было, она наскребла деньги, сначала какую-то значительную, ну, значительную часть этой суммы, отдала те, благосклонно согласились, взяв у нее обязательство, что она вернет остальные деньги, и в итоге. А, кстати, как повел себя Ян Рубенс, между прочим, по-джентльменски, на суде он выступил и стал жаловаться, что это, мол, не я ее соблазнил, а это она, как я мог простой, смертный герцогиню соблазнить, это она меня, не виноватая я, он сам ко мне пришел, одним словом, так вот примерно, если перефразировать, да, ну, и вот такой вот джентльмен был, но он был хорош собой, и вот, как ни странно, Мария Пемпеликс была преданная ему, и вот таким образом, выручив его из замка, в котором они его содержали, они приняли решение уехать из Зигина в Кёльн сначала, а затем, после того, как ситуация немножечко нормализовалась, в Антверпене, решили вернуться в Антверпен. Вернулись там некоторое время, они уже, как бы, снова стали обрастать жирком, но, к сожалению, Ян Рубенс до срока ушел из жизни, и только было начавшееся благоденствие, обернулось снова проблемами, но характер этой женщины, тем не менее, позволил им все-таки каким-то образом устроиться, и она не только сумела сохранить, но и умножить свое благосостояние, и сделала все для того, чтобы ее дети получили достойное образование, и в частности, вот старший брат Рубенса Филипп, почему я о нем заговорил, потому что он сыграл значительную роль тоже в жизни Питера Пауля, потому что он рано распознал гений брата, и положил много усилий на то, чтобы поддержать его, и способствовать его расцвету, его таланта. Это выразится в том, что, когда он, уже закончив, по-моему, он подуанский университет закончил, потом учился в Риме, в другом университете, и добился там определенного положения, он стал библиотекарем кардинала Каланна, это вот от того самого Каланна, помните, мы говорили об этом, когда рассказывали о Караваджо, когда семейство Каланна были покровителями Караваджо, вот у тех самых Каланна он устроился личным библиотекарем, это было достаточно серьезное положение, и он оказал ему некоторую протекцию тогда, когда тот приехал в Рим. А вот еще о чем следует упомянуть, все фламандские художники, вообще северные художники, ну, подобно тому, как оперные певцы не могут считаться певцами высокого класса, пока не пройдут стажировку в Миланской Ля-Скале, все художники, по крайней мере, в Фландрии, проходили такую же стажировку в Италии, и без этого вообще как бы и не могли стать художниками высокого уровня. Ну, это и понятно, потому что Италия, как мы знаем, переживала эпоху расцвета, возрожденческого и пост-возрожденческий период, еще сохранила некую инерцию и была меккой, так сказать, для художников. И, естественно, все художники стремились стажироваться в Италии, ну, это и понятно еще и по тем причинам, что они знакомились с предметами античной культуры, ибо, как мы помним, в эпоху Возрождения, почему называлась эпоха Возрождения, именно тогда проявился интерес к античности, стали открываться многие памятники античного искусства, откапываться, в буквальном смысле, скульптуры, если мы помним, в то время как раз была найдена скульптура Лао Коон, поразившаяся всех своим совершенством, и многие другие. И вот все, естественно, северные художники стремились попасть в Италию. То же самое проделал этот же путь и Питер Пауэр Робинс. Но до этого он закончил иезуитскую школу под руководством некоего Вомбартуса, где получил такую разностороннюю подготовку, и надо вам заметить, что он знал сейчас около пяти языков. Это фламандский, французский, французскому ему обучил отец, итальянский, я думаю, что и немецкий он знал, и испанский. А мало того, он еще и знал латынь, и немного по-гречески. Латынь он знал в совершенстве. Он мог говорить свободно по латыни. Был у него эпизод, когда он работал у Герцога Монтуанского, и Герцог Монтуанский, однажды, зайдя к нему в студию, застал его за работой, и во время которой он декламировал, по-моему, Тацита, если я не ошибаюсь. Хотя могу ошибаться. Он знал не только Тацита, но и других. И читал Плутарха, предположим. А может, и Плутарха он читал. И он, а поскольку сам Винченцо Гонзага был тоже блестяще образован, понимаете, и знал тоже большое количество языков, и вдруг на латыни продолжил. Плутарха, если я не ошибаюсь, или Тацита, я не помню. Сейчас точно. Ну, допустим, Плутарха продолжил и как бы стал говорить с ним. А Рубенс, как ни в чем не балла, поддержал и продолжил разговор в совершенно непринужденной манере, чем очень поразил Гонзагу. Потому что, ну, вы понимаете, художники, это были люди второго сорта для вельмож. И откуда художник мог знать латынь. Так вот, к чему я это говорю? Потому что вот этот важный момент, вообще, знаете, меня всегда поражает, когда я вдруг обнаруживаю в человеке его универсальность, его глубокую культуру, его блестящую подготовку, глубокое знание, обширное представление о мире. Ведь что говорил Рубенс, очень интересно. Он говорил, моя родина, целый мир. Понимаете, как он мыслил уже тогда, в маленькой Европе, относительно небольшой Европе. Он мыслил космическими категориями. То есть, я думаю, что на самом деле, как всегда, и это подчеркивается, в то время еще не было обыкновения тщательно исследовать биографию, мы уже об этом говорили, вот, живущих людей. И многое из того, что мы знаем о Рубенсе, стало фиксироваться гораздо позже, намного позже его смерти. Естественно, очевидцев практически не осталось. Там какой-то родственник сохранил, составил воспоминания о Рубенсе, но все исследователи говорят, что они достаточно тенденциозны, и в полной мере им нельзя верить. Это я к чему говорю? Что мы многого о Рубенсе, конечно, не знаем. И еще ко всему прочему, он был очень закрытым человеком, Рубенс. Он, вообще говоря, не позволял никому проникать в свой внутренний мир. И причем, надо заметить еще, ведь он же был дипломатом, он был блестящим дипломатом при всем при том. Значит, и как дипломат, он мало говорил, или говорил не то, что думал, а думал не то, что говорил. То есть, вот эти качества у него сочетались невероятным образом. Вообще, для того, чтобы понять еще Рубенса, надо, наверное, описать его. Мы редко, когда описываем внешность художника, но вот о Рубенсе сохранилось воспоминание в описании его, что он был высокого роста, русые волосы у него были, белая кожа, правильные черты лица, красивый голос и очень обходительные манеры. А обходительные манеры у него откуда? Есть свидетельство о том, что он был в течение года пожем графини Лолейн. Мать его специально отдала, чтобы он стал пожем, чтобы он впитал в себя культуру общения, манеру общения, чтобы он перенял оттуда манеру общения. Значит, она, Мария Пемпеллингс, была достаточно дальновидной, и она как бы, видите, он ее немного разочаровал, когда захотел стать художником. Он достаточно поздно захотел стать художником. Надо заметить, что художником он решил стать в 15 лет. Вот удивительное дело, он закончил иезуитский этот колледж, прошло еще некоторое время, он же был у Лолейнг, да, пожем. И потом вдруг он решил стать художником. Мать-то видела его в роли человек, который поднимется по иерархической лестнице и станет каким-нибудь значительным человеком, ну, в магистрате каком-нибудь, в Антверпенском, как ее муж, там, предположим, и, может быть, пойдет и выше, учитывая его данные. И он ее в этом смысле огорошил. Она некоторое, она долго по этому поводу не переживала и решила, раз он хочет стать художником, ну, ладно. И его отдали одному сначала, преподавателю, который его не устроил, он перешел к Ван Норту, потом к Вейну, Отто Вейн, и у него, собственно говоря, проучился, по-моему, лет шесть, если мне не изменяет память, у Отто Ван Вейна. А Отто Ван Вейн в свое время проучился в Италии, и у него был учителем Фредерико Цукаро, известный итальянский художник. И он долгое время прожил в Риме, естественно, впитал всю античную культуру и как нельзя лучше способствовал тому, чтобы образовать, в свою очередь, и Рубенса. Так вот, мать его отдала туда и, естественно, приложила все силы, чтобы он получил максимальное образование. Мало того, когда ему исполнилось, по-моему, 23 года, она дала ему возможность, вы же понимаете, что это надо было содержать сына, и она приложила все усилия, чтобы способствовать его стажировки в Италии. И в Италии он провел с 1600 года по 1608 год, около 8 лет, и причем довольно насыщенных, довольно успешных. И вот она позволила ему, приложила все силы, чтобы он там жил, чтобы он там учился, и чтобы ни в чем не нуждался. Но надо вам заметить, что когда он приехал в Италию молодым человеком, он не поселился в общине, в которой жили все фламандцы, фламандские художники, которые вели достаточно свободный образ жизни, отличались свободными нравами, пили, дебоширили, ну, естественно, работали. Он не включился в эту гонку, и он приложил все силы для того, чтобы встроиться в римскую богему, то есть в лучшем смысле этого слова, и изучить все лучшие образцы итальянского и античного искусства. И поскольку он вхож был в библиотеку епископа Каланна, благодаря своему брату Филиппу, он много времени проводил там, он много времени проводил в дискуссиях с выдающимися умами того времени. Я вам хочу заметить, что он был знаком, к примеру, с Галилеем, Галилео, да, и многими известными людьми, которые в ту пору были в Италии или посещали Италию. То есть, это были его мощнейшие университеты, помимо тех университетов, которые он получил в Антверпене. То есть, мы можем сказать, можем, как бы, констатировать, что, да, фундаментальная подготовка, которую он получил, сыграла огромную роль в его развитии и в том, как он это все реализовал. Пейерес, французский аббат, отличался великолепной образованностью. У него была, его личная библиотека в 5000 томов, и он был в переписке с Рубенсом, и они постоянно поддерживали такие беседы об античном искусстве, и он всегда беседовал на равных. Кстати, многие из тех вельмуж, с которыми он общался, высокообразованных вельмуж, подчеркивали, что с Рубенсом всегда было интересно говорить, и у него вообще не было проблем, когда он касался истории античности, и его называли одним из самых блестящих знатоков истории античности. Что это значит? Что те сюжеты, которые он предлагал вниманию зрителей, которые так или иначе он интерпретировал, все эти мифологические сюжеты, он работал в этом отношении, он чувствовал себя как рыба в воде. Все эти аллегорические какие-то коды, которые он вкладывал в свои картины, и многие из которых нам, сегодняшним обывателям, недоступны, для него были совершенно открытой книгой. И он чувствовал себя в этом как рыба в воде. И вот когда он приехал в Рим, он кинулся в изучение античных источников, естественно, представляете, он был уже, еще были живы Микеланджело, еще в ту пору, когда он приехал туда. Нет сведений о том, встречались они вместе или нет. Но вот это было то время, когда еще были живы гении возрождения. И, конечно, на него не могло произвести впечатление потолок Сикстинской капеллы, Страшный суд, который он копировал. Вообще, надо заметить, что вплоть до последних дней своей жизни, насколько он мог, вот удивляет, знаете, что? Вот его же тоже называли художником королей и королем художников, да? То есть, репутация была выше некуда. А все равно, когда он встречал полотна Тициана, он тут же начинал их копировать. У него, когда он ушел из жизни, было 30 копий Тициана. Представляете, удивительное дело, когда он приехал в Испанию к Филиппу IV в качестве посла, несмотря на то, что у него были определенные задачи, которые он должен был решить там, он первое, что взялся сделать, с помощью Веласкеса. Филипп IV поручил Веласкесу провести по всем галереям, показать всю сокровищницу накопленных произведений искусства. Он тут же стал копировать Тициана. И, между прочим, многие копии он просто увез с собой, возвратившись в Антверкен. Вообще, интересное дело, вот его блестящая образованность, его независимый характер, его стремление дойти до сути, сделали его еще, кроме всего прочего, коллекционером. В его коллекции было большое количество оригиналов работ, большое количество копий работ, и он собирал вообще камни и геммы. Геммы – это маленькие изображения на камне. Это очень сложная техника. На твердых камнях вырезались буквально миниатюрные такие изображения всяких античных сюжетов. И он в этом смысле даже, по-моему, с кем он… А, с Переском, да, с Переском, с Аббатом Переском он обменивался в письмах, обменивался впечатлениями о геммах. Так вот, Аббат Переск был очень богатым человеком, у него было свое имение, и у него была там большая коллекция произведений искусства, в том числе, и камней. И вот они обменивались своими коллекциями камней, а отношения их достигли до такого уровня, что вышли на очень доверительный уровень, когда Аббат мог позволить ему послать какие-то камеи просто так, то ли в качестве подарков, то ли в качестве предложения по обмену, то есть, не страшась того, что они могут потеряться, что он может их присвоить там и так далее. То есть, он отличался предельной разносторонностью в своем таком накапливе, страсти, коллекционированию. И это при том, что он был полностью завален заказом. Ведь его рабочий день начинался очень рано, в 4 часа утра. Можете себе представить? То есть, он завтракал, совершал молебен, он при всем при том, несмотря на свою такую, как бы немножечко, ну, отчасти нигилизм, дело в том, что нигилизм, это было естественное их состояние, потому что Антверпент то был католическим, то был протестантским, в зависимости от ситуации. Вот Юст Липси, отличавшийся крайней гибкостью, граничащий с беспринципностью, он то переходил в католичество. Помните, когда мы говорили о Гогене и о туземцах, которые спокойно, сегодня он католик, завтра он протестант, потом снова католик, потом снова протестант, в зависимости от того, где сколько ему дадут вина или побрякушек, или заплатят. Дни, что в этом роде происходило с Юстом Липсием, который считался философом 20 века. И его в этом смысле упрекали в том, что он отличался крайней гуттаперчивостью, гибкостью и беспринципностью. Так вот, это все объяснимо было с точки зрения, ну, что ли, сохранения жизни, встраивания в социум, потому что то белые придут, то красные, да, и это в том смысле протестанты, католики, и вот Альба дружелюбная, которую многих потом казнил в Антверпене, в том, и, кстати, Ян Рубенс, если бы он остался в Антверпене, он точно был бы лишен головы. Так вот, Юст Липси был вот такой гибкий, и это к чему я говорю, что все каким-то образом вынуждены были мимикрировать, если хотели сохранить жизнь. И в какой-то мере это, наверное, формировало менталитет всех Антверпенцев, а поскольку наш Рубенс был Антверпенцем, то в той или иной мере он должен был быть гибким. Кстати, это и помогло ему быть и послом, причем он выполнял поручения на достаточно высоком уровне. Есть разные суждения, каким он был послом, успешным, неуспешным, но вопрос еще заключался в том, что все послы государей были обличены еще своей родословной. Понятно, да, они были дворянского происхождения, не просто дворянского, а из высшего сословия. А кто был у нас Рубенс? Он был из простолюдинов. И, естественно, ему доверяли лишь потому, что он обладал блестящим умом и все-таки отличался невероятными способностями. Был казус такой, когда Филипп IV предполагал, или Оливарес, его министр, предполагал его сделать послом, но все равно какие-то вот эти вот внутренние подводные течения вынудили их поступить совершенно по-другому. Он вот в Англии был эпизод, он в Англии должен был каким-то образом выступить полномочным послом, но ему не доверяли этих функций, потому что он недостаточно был родовит, то есть совсем не родовит, и ждали приезда родовитого испанского посла с тем, чтобы он как бы был наделен определенными полномочиями. То есть, я к чему это говорю, что все равно происхождение так или иначе не позволило ему выдвинуться в роль ну таких выдущих посланников, хотя эти его качества подчеркивались всеми впоследствии, позже. Но однажды он даже был унижен каким-то герцогом, которым он написал совершенно такое вежливое послание, и герцог в ответном послании ему заметил, что он своим происхождением вернее из-за своего происхождения он вообще не имеет права обращаться к нему так, как он к нему обратился, и довольно холодно, и в общем унизил его всячески. То есть, это, кстати говоря, послужило причиной того, что он как бы отказался от попыток продолжать свою деятельность в этом своем качестве. Хотя определенный период времени, а это случилось после того, как умерла его жена в 1626 году Изабелла Брандт, с которой он прожил, по-моему, безоблачных 16 лет. Да, 16 лет он прожил с ней, и она умерла, по-моему, от чумы. от эпидемии чумы, а он ее не уберег. Она ему родила трех детей, девочку и двух сыновей. И, несмотря на то, что он ее любил, вот он, нет, он позже, конечно, снова женился, нет, несмотря на то, что он любил, он ее любил, и как-то в одном из писем своему корреспонденту сетовал на то, что вот он утратил человека, который был с ним рядом. Но вот надо заметить, что о жизни или о каких-то качествах Изабеллы каких-то не дошло до нас информации. Больше информации дошло о его второй жене, 16-летней, и на 17-м году жизни она вышла за него замуж, когда ему было 53 года. И это было, как подчеркивают исследователи, самыми счастливыми годами его жизни. Но мы коснемся этого позже, мы вернемся к этому моменту, потому что он, на мой взгляд, ну и на взгляд некоторых исследователей некий двусмысленный характер носит. Потому что нет однозначной уверенности, что она вышла за него замуж благодаря тому, что она испытывала какие-то чувства к нему теплые. Вот. Вернемся к его римскому периоду жизни. Вот, понимаете, у него как-то так складывается, что у всех есть вполне серьезные основания считать его балованием судьбе. И действительно, когда он приехал впервые в Венецию, он поселился дальновидный такой. Он у нас поселился в одной из лучших гостиниц Венеции. Ну, то есть, по своим скромным средствам он мог бы выбрать другое, да, место. И вот, кстати говоря, вот это его решение. Позволило ему познакомиться с одним из знатых итальянцев, связанных с Гонзагой, мантуанским герцогом, и воспользоваться его протекцией. Воспользоваться его протекцией в том плане, что ему было предложено стать придворным художником мантуанского герцога Винченцо Гонзага. И надо сказать, что он так это удачно вписался в эту ситуацию. Он и впоследствии удачно вписывался. Вот видите, это говорит о том, что он достаточно искусно мог выстроить свои отношения с сильными мира всего. Он, во-первых, умел сохранять необходимую дистанцию, потому что известно же дело, если ты слишком близок к солнцу, то солнце может согревать, но солнце может и обжечь, что бывало часто с художниками, потому что с сильными мира всего очень сложно выстраивать какие-то отношения, не будучи подверженным их гневу какому-то. А он сумел это сделать и более того, он таким образом заключил с ним контракт, что тот позволил ему оставаться в Риме и только временами наезжать в Мантую и выполнять его отдельные заказы, но при этом ему было положено содержание. Правда, потом говорится о том, что с содержанием происходили задержки, но тем не менее он устроился довольно неплохо. Он продолжал копировать античные источники, учиться, жить, мягко говоря, в свое удовольствие и уже к тому времени он проявил себя как замечательный художник. Он быстро набирал мастерство и уже мог так или иначе рассчитывать на то, что он будет получать заказы. Безусловно, не без протекции, он получил заказ на оформление церкви Санта-Мария де Ивали Челло, кажется, да, он там выполнил три сюжета, правда, не совсем удачные, потому что, когда их повесили, там так падал свет, что одна из работ бликовала и совершенно невозможно было рассмотреть. Но тем не менее, он уже тогда заявил о себе как о выдающемся мастере, но надо заметить, что Гонзаго при всем при том не очень обременял его своими заказами и время от времени вызывал к себе для того, чтобы выполнить тот или иной портрет. И единственная большая работа, которую он сделал для Винченцо Гонзаго, вообще, это был блистательный герцог, блистательный двор, один из лучших европейских дворов, где были в его дворце герцога Гонзаго собраны, собрана одна из блестящих коллекций искусства, и он был, вообще говоря, сиборитом таким, прожигательным жизнью, его называли Винченцо Гонзаго, любитель красивых лошадей, у него было, по-моему, их 130 в конюшне лошадей, любителям красивых женщин, да, Гонзаго, интересно, вознамерился создать коллекцию портретов самых красивых женщин Европы, и сделал такой заказ разным художникам, и попытался сделать такой же заказ своему придворному художнику, которым был Питер Пауль Рубенс, но Рубенс, вот видите, дипломат какой, он каким-то образом лихо от этого отошел, и сославшись на какие-то причины, не поехал в Париж, он просил его съездить в Париж и написать портреты самых красивых парижских женщин, он, да, и вот тут надо заметить одно качество, одну интересную особенность, не знаю, почему, но исследователи говорят о том, что Рубенс как бы не особо не особо любил писать портреты, вот странная такая особенность у большого художника, да, но мы заметим еще вот что, что Рубенс вообще считал себя художником большой формы, он любил писать большие полотна, писать широкой кистью, свободно, непринужденно, и он как бы таким монументалистом художником себя видел, и очевидно, да, потому что ведь маленькие портреты, когда мы говорим о фламандской живописи и вспомним о Ван Эйке, вспомним, с какой тщательностью он прописывал все детали, помним, все эти вот буквально бисеринки, которые он выписывал, невероятно правдоподобно, и эта тщательность, она была свойственна фламандцам, эта пунктуальность, тщательность, кропотливость в этих работах, он как бы мог это делать, и, кстати, в последние годы своей жизни он так и делал, потому что, когда мы посмотрим на портрет, вернее, на картину «Шубка», портрет его жены, Елены Фоурмен, мы видим, что он там драгоценности и все остальное прописал с достателем тщанием, и волосы прописывал достаточно тщательно, но вот, когда он писал большие работы, он реализовывал в полной мере свое пристрастие к легкой, свободной, непринужденной манере работы. Вот смотрите, даже если мы смотрим на портрет Елены Фоурмен слева от вас, великолепный портрет, мы смотрим, что он даже фон не дописал, вы видите, какую-то вот незавершенность, кстати, такая же незавершенность в портрете Марии Медичи, не знаем, в силу каких причин он это сделал, но чувствуется, что ему, вот он написал портрет, написал сущность на какой-то момент, все остальное ему было неинтересно писать, понимаете, вот он был какого характера человек, и вот тем, что он работал на одном дыхании, он как бы определил свое основное кредо, но тем не менее, он был вынужден в общей службе, за время пребывания в Италии, он, по-моему, года три пробыл в Мантуе, остальное время он провел в Риме или в поездках, ему герцог Гонзага поручил делать копии с известных картин, и он объездил всю Италию, бывал в Венеции, в Генуе, во Флоренции, то есть объездил все города Италии с тем, чтобы, во-первых, ознакомиться, это был для него как повод ознакомиться, вообще, когда думаешь об этом, когда касаешься этого всего, и ты понимаешь, как это здорово вообще, какие университеты мощные он получил в Италии, чего он только не насмотрелся, что только он не видел, что только он не копировал, а при всем при том он всегда ездил блокнотом, и, кстати говоря, ему было свойственно совершенно свободное владение рисунком во время поездки в седле, представляете, он наловчился настолько свободно рисовать, что вот он свой альбомчик, свой блокнот, в котором он рисовал, он все время носил с собой, и даже будучи в седле, он рисовал, рисовал и рисовал, и вообще надо заметить, что Рубенс, как я полагаю, и вообще известное дело, что он был блестящим рисовальщиком, то есть надо вам сказать, что то, что он копировал, вот это его качество характера, его вот такой дух, перешедший от матери, от деятельной матери, наверное, придал ему определенные свойства характера, которые предполагали восприятие энергии жизни, этого буйства жизни, ведь что удивительно, что его полотна отличаются невероятной энергетикой, невероятной силой темперамента, и невероятной красотой передачи вот колорита, если мы думаем о Рубенсе, если мы вспоминаем его картины, они всегда яркие, светоносные, насыщенные эмоциями, и всегда вот он склонен к тому, чтобы передавать мощное движение, и я думаю, что он этому или это подчеркнул от Микеланджело в первую очередь, работы, которую он копировал, и мы очень часто можем найти эти мотивы, и сейчас, когда будем говорить о картинах Рубенса более подробно, мы вдруг четко для себя проявим микеланджело мотивы, то есть, конечно, он не копировал в чистом виде, он просто создавал определенные парафразы, хотя иногда он пользовался буквально теми находками, которые осуществил Микеланджело Буонароти, великий Микеланджело Буонароти, и непревзойденный Микеланджело Буонароти, заметим, потому что я думаю, и думаю, что не ошибаюсь в этом, что Микеланджело никто не превзошел в его невероятном пластическом решении различных ситуаций, невероятном бесконечном воображении, которое позволяло ему, ну, не то чтобы без всяких затруднений, но совершенно свободно создавать все новые и новые ракурсы, когда он писал свои грандиозные полотна или создавал скульптурные произведения. И вот эта энергия, наверное, вот все-таки не будь Микеланджело и не было бы Рубенса в том виде, в каком мы его знаем. Хотя, можно сказать, что не будь Тициана мы не знали Рубенса, не будь Тинторетто, не будь Паула Веронезе, не будь Караваджо того же. Вы знаете, вот что, он одну из картин «Положение в огроб», в чистом виде создал парафраз той работы, которую мы видели вот на предыдущей арт-встрече, где удивительно невероятно сильно было передано вот это вот состояние трагизма, печали глубокой, такого пафоса, который мы видели в работе «Положение в огроб» Караваджо. И вот это он даже делал копии. И вообще для него кумиром и безусловно были Микеланджело, безусловно, Рафаэль. Безусловно, он учился чему-то у Караваджо. То есть, все лучшее, что он сумел вобрать, он вобрал от итальянских художников. И, безусловно, там был Леонардо да Винчи, потому что он копировал работу «Битва» при Ангиере, она еще была цела, тогда, когда он был. И благодаря, между прочим, его копии, эта работа сохранилась для нас в его копии, потому что оригинал был утрачен. Как мы помним, его расхватали, порезали, как и работу Микеланджело, картон, и растащили по всем весам и гордам и не сохранились. Так вот, благодаря копии Рубенса мы знаем, как она выглядела. И, между прочим, «Битва» при Ангире, если мы помним ее, она в чистом виде воспроизведена вот этот ракурс лошади, на которую бросается тигр. Он в чистом виде воспроизведен из «Битвы» при Ангиере. Там центральная фигура, она также сидит на вздыбившейся лошади вот таким же образом. Представляете, как интересно этот парафраз. Он прямо взял и сделал реплику из этой работы. И она выглядит великолепно. Также вздыбившаяся лошадь, горделиво скинутая голова, потрясающий ракурс, найденный Леонардо да Винчи и интерпретированный им в своей работе. Видите, у него всякая лыка в строку, что называется в русской поговорке. И я тогда понимаю, что он, копируя, он все складывал в свой такой багаж, который он так или иначе впоследствии использовал. Вот это удивительно его качество. Между прочим, у него была блистательная память. Не просто блестящая, а блистательная. По-моему, у Ювенала он там запомнил одну фамилию, которая встречалась в одной работе Ювенала и больше нигде. И через много лет он ее вспомнил. Он ее помнил, эту фамилию. Представьте, какой блестящей памятью обладал, которая, безусловно, сказалась на его последующих работах. Все то, что он впитал, все эти памятники искусства. А, между прочим, надо вам заметить, когда мы говорим о работах Рубенса, мы очень много видим работ, где присутствуют животные в разных ракурсах. Вас не удивляет, с каким великолепием он это делает? Вряд ли кто может в этом с ним состязаться. Не правда ли? У него много, целая серия работ всяческих охот, охот на кабана, на льва, там еще ряд охот, и он их повторял по заказам венциносных особ. И посмотрите, с какой силой воображения он воссоздавал. Это же нужно было знать, это нужно было понимать. Между прочим, был такой эпизод, не знаю, насколько это было достоверно. Он однажды пригласил к себе дрессировщика со львом, с тем, чтобы как бы тот позволил ему писать льва в разных ракурсах. И лев вдруг неожиданно зевнул, как-то так характерно разину в свою страшную пасть. Ему это так понравилось, он ее запечатлел, но не успел полностью запечатлеть. Он попросил этого дрессировщика снова как-то сделать ему, пощекотать, чтобы тот подбородок, чтобы снова разину в свою страшную пасть. Дрессировщик это снова сделал, лев разинул пасть, он снова стал писать, но ему опять не хватило времени, если не с того ракурса. И он опять попросил дрессировщика и говорит, снова пощекоти ему, на что дрессировщик ему сказал, что вообще лев злопамятный довольно животное, и это как бы ему может боком выйти. На что Рубенс предложил ему дополнительные деньги, и тот, скрипя сердцем, согласился, ну, естественно, пощекотал подбородок льва, лев уже с каким-то страшным выражением своей морды, оскалом открыл эту пасть, и он все-таки осуществил, но это было так страшно, что Рубенс сказал, все-все-все, хватит, хватит, и быстренько-быстренько удалился. Но самое ужасное наступило потом, когда он в брюге, дрессировщик, выступал с номером, то лев его загрыз. Вот такие вот дела. До такой степени доходило. Но к чему я это говорю? Что он всегда стремился дойти до сути. И вот то, поражающее нас великолепие, та поражающая нас естественность в ракурсах. Это вот напружиненность животного, которого мы видим, поражает, потому что так, как Рубенс, это мало кто мог сделать и мог повторить. И мы о чем должны сказать? Вот его энциклопедичность, касающаяся античности, касающаяся знания предмета, о котором он либо рассказывал, либо писал, поражает. Ведь когда мы говорим о том, что он копировал Тициана, когда мы смотрим на Венеру перед зеркалом, мы сразу видим, мы узнаем Тициана. Посмотрите, как это похоже, как это удивительно тепло сделано по-тициановски, но в то же время с его неповторимым свойством передавать трепетность тела, прозрачность кожи, о которой Гвиду Рейни говорил, что Рубенс добавляет кровь в своей краске, что придает его коже, которую он пишет, удивительную жизненность. И ведь что удивительно, что не только Гвиду Рейни подчеркивал, ведь Делакруа вообще говорил, Рубенса надо смотреть, Рубенса надо чувствовать, Рубенса надо копировать, ибо Рубенс Бог. Между прочим, Джордж Рейни Рейни тоже самое, английский художник, говорил, что Рубенс это спустившийся на землю Бог. Вы представляете, значит, когда такую оценку дают ему, а в антвердмине его вообще называли наш Апеллес, пламанский Апеллес, Апеллес это именно рецательное, одно из самых выдающихся художников тоже, о котором мы мало знаем, древнегреческого художника, но я к чему это говорю? Я думаю, что с каждым словом я повышаю немного градус нашего отношения к Рубенсу, что когда ты начинаешь понимать его работу, когда начинаешь чувствовать работу, когда начинаешь воспринимать трепетность его работ, энергетику его работ, жизнеутверждающую силу его темперамента и через свой темперамент передаваемых чувств им на своих полотнах, мы только тогда начинаем понимать Рубенса, ибо всегда, обратили вы внимание, мы приходим на встречи, И я сам прихожу и начинаю это с некоторой долей предубеждения, которая у нас зиждется на некоторой отрывочности наших представлений о том или ином художнике. Потому что, да, мы видим иллюстрацию, мы читаем о нем, но все равно есть некая перегородка между мной и ним. И вот только тогда, когда ты присутствуешь на выставке, подчеркиваю, на выставке, вот представляете, мы на выставке Рубенса. Мы на выставке Рубенса, мы видим его разные работы, которые мы не увидим одновременно в одном зале. Правда ведь? Хотя их и немного, но тем не менее, мы видим разные работы Рубенса. И мы как бы здесь погружаемся в его человеческие качества, его человеческий мир, его судьбу, его темперамент, его характер. И вдруг для нас открываются работы совершенно в ином контексте. И посмотрите, какой он разный, какой он удивительный, то нежный, то порывистый. То дерзкий в своих работах. Кстати, ему вообще говоря, пребывание в Риме понравилось. И я даже думаю, что он хотел остаться в Риме. Но, к сожалению, заборела Мария Пепелингс, любимая мать, которая так много сделала для Филиппа и для него. Дав им фундаментальное образование, что одному, что другому. Филипп уехал раньше, чтобы ухаживать за больной матерью. И потом оттуда он прислал письмо, что матери хуже, что она может уже не сегодня, а завтра умереть. И несмотря на то, что Рубенс, Питер Пауль стремился остаться в Италии и выстраивалась так прекрасная перспектива для его жизни в Италии, и для его работы в Италии, он вынужден был покинуть спешно Италию, уведомив об этом герцога Монтуанского. Вскочив в седло, он поспешил в Антверпен, но, к сожалению, он не застал мать живых, очень переживал. Понятное дело, что к такой матери и он, и Филипп относились очень нежно и трогательно. Когда человек передал столько тепла, столько заботы о них, и они очень нежно относились, если он над нее над гробем повесил большую картину, по-моему, Мария, устроил ей как бы пышные поминки. И возник вопрос, что ему делать дальше? У него было острое желание вернуться в Рим, потому что там у него были блестящие перспективы, но регенты, сестра, дочь Филиппа II, сестра Филиппа III попросила уже благодаря тому, что он был известен уже европейски известным художником, предложили стать придворным художником. Она и ее муж Альберт, и вот тут опять, смотрите, они дали ему жалование, 500 флоринов, по-моему, в год, а помимо этого оплачивалась каждая работа отдельно, заказанная ему. То есть вот 500 флоринов просто содержание, неплохо так вот, я бы сказал, да, это типа такого стипендии, на который он мог жить довольно безбедно. Но он добился того, что он не должен был жить в Брюсселе, ибо они там находились, в Брюсселе. Он добился того, что он будет в Антверпене жить, а не там. И они на расстоянии будут каким-то образом сообщаться и получать заказы и так далее. Смотрите, значит, надо было обладать определенными качествами, которые позволяли ему выстраивать отношения с венциносными особами. И он так и был, жил в Антверпене и пользовался благосклонностью Изабеллы в особенности. А потом он выполнял и ее дипломатические поручения. И таким образом он остался в Антверпене. Он там подружился с бургомистром Рококсом, который ему и стал заказывать, вернее, оказывал протекцию в получении заказов. И первый заказ он получил, по-моему, вот как раз то ли от Рококса, то ли еще от кого-то, связанную с выполнением вот этого воздвижения креста. Я вернусь к этому воздвижению креста. Мы еще не вполне завершили его пребывание в Италии. Дело в том, что герцог Монтуанский, учитывая его качества, его человеческие качества, его проницательность, его ум, поручил ему отправиться с дипломатической миссией сопроводить подарки, которые он собирался сделать испанскому королю Филиппу Третьему и герцогу Лерме, его первому министру. Собрали там копии картин, оригиналы картин. И эта депутация, этот обоз через всю Италию, вообще герцог Монтуанская была на севере Италии, ближе к северу Италии, они отправились, но он хитро, он заехал во Флоренцию, причем попал к флоренцийскому герцогу, который попытался его задержать у себя, выспрашивал, они же конкурировали, и поэтому он стал выспрашивать о цели, хотя выяснилось, что он прекрасно знал о том, что он везет, прямо досконально он перечислял, что он там вез. Но тем не менее он пытался осведомиться о цели, по-моему, он там сделал несколько работ, ну и он поехал дальше, но там получилось так, что по дороге их настиг дождь, и многие из работ были попорчены дождем, вымокли, и по приезду в Мадрид они представляли себе плачевное зрелище. И ему предложили представитель Филиппа III художника местного с тем, чтобы тот реставрировал картины. Но вот характер Рубинса, и этим он был характерен, он наотрез отказался и сделал, после того, как картины высушены были, все это собственноручно, он отреставрировал все это собственноручно. Но там единственное, что ему не позволили непосредственно представить дары, встретиться с Филиппом III, но тем не менее он познакомился с его первым министром, достаточно мудрым человеком, герцогом Лермой. И там он сделал несколько работ, одна из которых представлена здесь, конный портрет герцога Лермой. Портрет размером, сейчас вам скажу, 2,900 на 2 метра. Это приличная работа, можете себе представить, насколько она масштабна, насколько она вообще впечатляющая, эта работа. Вот удивительно, это один из первых портретов, конных портретов вообще. До этого конный портрет выполнялся, если мы помним, Тицианом. Конный портрет Карла V. Но тот конный портрет был сделан при виде сбоку, а этот портрет сделан в три четверти, что было довольно оригинально и неожиданно. Но я вам хочу сказать, что на самом деле не так уж оригинально было. Если мы вспомним работу святой Мартин, Эль Грека. Святой Мартин и рядом был нищий. Помните? Вот как раз в таком ракурсе, как раз белый конь был тогда. Великолепная такая светящаяся работа. И такой же пересчет ног, если вы помните, ритм ног коня. Так значит, мы отсюда можем сделать вывод, что он, наверное, видел эту работу. Предположить, что он эту работу видел. И примерно так же он исполнил работу Герцога Лермы. Работа великолепная по своему качеству, по своему характеру. Обратите внимание, ему удался портрет Герцога Лермы. Довольно редкий тип взгляда я вижу. Вот посмотрите. Взгляд человека очень умного, ироничного. Несмотря на то, что подчеркивалось, что когда он выполнял портреты, его в особенности не интересовал внутренний мир человека. Его интересовала форма внешняя, подчеркивается всеми исследователями. И да, во многих портретах мы видим, что они немножечко такие отрешенные, чуть-чуть отсутствующие. Особенно в этот вид на коллективном портрете, здесь вот представлен, где представлен он сам, его автопортрет, видите, он начал уже лысеть, что объясняет его последующие автопортреты, а их более 20 штук. Еще Рембрандт не написал своих 100 с лишним портретов. И он считался портретистом, который больше всего сделал автопортретов. Между прочим, когда я затрону фамилию Рембрандта, они, эти два титана, они конкурировали с друг другом. Знаете в чем? В отношении к ним исследователей. Конечно, их судьбы несопоставимы. И их живопись несопоставима. Если у этого живописца есть радость жизни, есть пульсация крови, то у Рембрандта глубокое проникновение. Рембрандт драматичнее гораздо. И если можно сказать, он глубже. Но этот виртуоз вообще. То есть, это те виды деятельности, те виды творческой деятельности, о которых нельзя рассказывать, как будто мы говорим о бегунах или о скакунах, кто первый пришел. Понимаете? Кто за более короткое время пришел. Потому что каждый из них охватил свою часть мира, свою часть этой самой ойкумены, которая каждому являлась в каком-то единственном качестве. И здесь мы видим блистательного Рубенса, которого мы ни в коей мере не можем ни сравнивать, ни сопоставлять с Рембрандтом. Это две величины. Это Голландия, это Нидерланды. Рембрандт был чуть-чуть младше, он позже чуть-чуть пришел. Рубенса. Но тем не менее, две величины сопоставимы. И та, и другая часть когда-то единого государства могут гордиться своими гениями. Конечно, Рембрандт как живописец, как человек, погружающийся в глубину характера, как человек, который создает невероятно трепетную живопись, мерцающую живопись, в какой-то степени более драматичен, более глубок по воздействию, что ли, эмоциональному. Но Рубенс ему не уступает в каких-то своих динамичных, энергетически каких-то насыщенных ситуациях. И вот здесь, когда мы смотрим, возвращаясь к портрету Герцога Лермы, мы видим прекрасно изображенного животного. Я снова возвращаюсь к мысли о том, что он очень любил лошадей и хорошо изучил их анатомию. Вообще он анатомией занимался довольно глубоко и основательно. Мы видим, я уже коснулся этого при охоте на тигров, что он анатомию не только человека изучал глубоко, но и анатомию животных. Он и в зоопарках, бытовавших в то время, в Риме достаточно много было всяких зверинцев, и он это все копировал. Но то, как он изображал лошадь, конечно, достойно всяческого восхищения, где переданы, посмотрите, жилы. Если мы говорим, допустим, о живописи Эль Грека, он всегда в какой-то мере иногда не иногда, а почти всегда делал это условно, условно, выразительно, экспрессивно, но не так тщательно, как это делал фламандец со свойственной ему скрупулезностью. И здесь мы видим вот это удивительное стать животного, прописанные все бугры, мускулисты, которыми он наслаждался, выписывая это. И здесь он проявил свою фламандскую пунктуальность. Если мы видим все эти украшения, как он написал, вспоминаем Ван Эйка, его соплеменника, и предшественника, и одежду герцога, латы, все, но больше всего, мне кажется, самое удивительное, это выражение, удивительное, я нигде больше не встречал в его портретах такое выражение легкой иронии и глубокого тонкого ума, которое он сумел передать, несмотря на то, что он создавал конный портрет, как однажды портрет Серова назвали, где был, по-моему, брат Николая Второго, изображен с лошадью, там называли портрет лошади. То здесь мы не можем сказать, что это портрет лошади, тут есть ряд приемов, с помощью которых он сосредоточил наше внимание на лице герцога, есть вот такой треугольник, восходящий, и он здесь заканчивается лицом герцога, здесь пересчет ритма, прекрасного ритма ног, вертикального ритма ног, и еще один момент, который он подчеркивал, по-моему, на одну из культур Форнезе, когда исследовал, он писал, что вообще говоря, в искусстве все решает геометрия, когда окружность переходит плавно в эллипс, когда эллипс переходит плавно в куб, и все это взаимодействует до такой степени, что искусство говорит языком математики, и мы уже не раз об этом говорили с вами, особенно когда мы говорили о Модильяне, о Пикассо, мы говорили там, что математика там присутствует, ну, в частности, геометрия, да, и здесь тоже мы видим окружность, и посмотрите, вот это вот окружность грудных мышц лошади, изгиб ствола, это тоже окружность, и пальмы идут точно вот под таким же окружностью, если мы их прорисуем, это того же диаметра окружности, представляете, и вот здесь портрет герцога Лермой, сидящего, восседающего на коне, и пересчет ног, и круп в дальнейшем уши, то есть в чистом виде, что мы видим, теперь вы видите эти окружности, и что удивительно, они одинакового диаметра, вот когда прорисовываешь, буквально так схематически, это не очевидно, мы ощущаем воздействие этой геометрии, этой математики, ведь по сути дела, мы говорим, что музыка это математика, и музыканты знают об этом, что это математика, но и живопись, и скульптура, и архитектура, это тоже математика, это все равно числа, мы когда воспринимаем картину, мы по сути дела производим вычисления, сами того, не подозревая, и всегда можно описать, если исследовать картину скрупулезно, можно описать ее математически, и здесь мы это видим, и вот это одна из первых картин, здесь она как бы в какой-то мере еще сыровата, есть тут проблемы, проблемы какого плана, ну вот, например, вот эта вот колонна, она как бы написана фактура мрамора, но если внимательно присмотреться, она плоская у него еще, то есть он еще не стал виртуозом, это он в Риме написал эту работу, по-моему, в Риме, этот Вавениус, это его брат Филипп, это он сам, а это Юст Липси, философ, а вот это скульптура Сенеки, они придерживались вот своих спилософских диспутах, и вообще взяли за жизненное правило некое стоическое, философское восприятие жизни, когда они воспринимали жизнь с точки зрения, ну, известной предначертанности и в какой-то степени покорности судьбы, то есть непротиводействия зову судьбы, ну и мы все с вами знаем, кто не подчиняется судьбе, того судьба тащит, полочит, да, и вот это своего рода философия довольно долго была таким его кредо жизненным, до какого-то момента, пока, наверное, он не был поражен своей болезнью, но все равно таких каких-то конкретных свидетельств о том, что он категорически поменял свою отношение жизни нет. И вот этот портрет, это, так сказать, его кредо, его какое-то отношение. Ну, что интересно, что здесь все равно есть определенный ритм, вы видите, математика своего рода, переход такой, и здесь еще та манера, которую он перенял у Караваджо, где мы видим глубокие черные тона, вот он одет в какой-то такой громоздкую одежду, все они в черном, и все это пока еще сохраняет вот эту вот такую насыщенность. Ну, и, конечно, куда обойтись без пурпура, без красного цвета, который здесь добавляет некой торжественности, основательности. Вообще, красный цвет создает такую парадность, я бы сказал, особенно, когда он применяется вот в таком качестве, где мы видим переливы бархата такого, и он создает некую театральность, театрализованность состояния, и в этом есть некая условность, потому что он же все это выстроил немного условно, видите, искусственно, где он поместил бюст Синеки, и посмотрите, свое почтение к Синеки, вот деталь, как важно обращать внимание на детали, посмотрите, что он сделал, он написал здесь графин с водой, и погруженные туда тюльпаны, мы знаем, что в европейской культуры вот тюльпан, а он же фламандец, и вот любимые цветы он поместил здесь, то есть он как бы подчеркивает свое уважение ко всем тем, кто здесь присутствует, себя включая, конечно, куда же без этого, без уважения к самому себе, а параллельно он подчеркивает того, кому они поклоняются, того кумира, и он не просто же изобразил вот его просто так, этого было бы возможно достаточно, но он еще и усилил таким тонким намеком, хотя с другой стороны, когда первый раз бросаешь взгляд на это произведение искусства, не возникает ощущения, что здесь что-то особенное по отношению к Синеке, а вы же знаете, как кончил Синека свою жизнь, он же был учителем Нерона, и Нерон его потом обрек, приговорил к смерти, и он на глазах у своих учеников встал в таз и попросил скрыть себе вены, и таким образом он ушел из жизни, стоически, так сказать, Синека, вот такая трагическая судьба, и он, кстати, написал смерть Синеки, похоже, закончил жизнь, только не скрыв себе вены, Сократ, если вы помните, тоже он был приговорен афинским ариопагом к смерти, вот такая сходная судьба у философов была, лермо, лермо, обласкал его, одарил его, и эта вот первая поездка, она увенчалась успехом, вот эта поездка, о которой имело смысл сказать, потому что был бы рассказ не полон, и уже тогда он выступил в роли своего рода дипломата, и осуществил первую свою дипломатическую миссию, что, безусловно, впоследствии сыграло определенную роль, когда Изабелла назначила его своим посланником в решении вопросов, связанных, во-первых, с разными странами, Францией, Англией, Испанией, куда он ездил неоднократно, разрешая определенные сложные проблемы, щекотливые моменты, и выступал достаточно в этом смысле искусно, и заявив о себе как о человеке тонком, умном, интеллектуальном и умеющем защищать интересы тех, кто его посылает, кто его наделяет полномочиями, потому что его полномочиями наделяли не только Изабелла, Эрцгерцогиня, но и в какой-то ситуации Филипп IV вместе с графом Оливаресом послали его в Англию в качестве уже не то чтобы полномочного посла, поскольку, как мы помним, я говорил о том, что ему не доверяли в полной мере, но все-таки представителям в Лондон с тем, чтобы он представлял интересы Испании, и ему в какой-то мере удалось там выстроить ситуацию таким образом, что на какой-то момент между, до этого мы знаем, злейшими врагами или как бы конкурентами Англии и Испании установился мир. Король Карл I, молодой король, естественно, одарил его дарами, во-первых, во-вторых, назначил, вернее, возвел его в сан рыцаря, золотой шпоры, по-моему, подарив ему шпагу, золотую цепь, кольцо с бриллиантом и ленту на шляпу. Вот как-то вот так вот оценил его пребывание, потому что в Лондоне надо вам заметить, что будучи своим посланником, где бы он ни находился, он везде оставался художником. Он везде выполнял заказы, писал портреты тех или иных вельможных особ, и не было так, чтобы он там не выполнял какие-то заказы на полотна. Или писал их семейные портреты, или выполнял заказы другого рода, но всегда занимался живописью. То есть надо заметить, что несмотря на то, что он выполнял роль посланника, он никогда не переставал быть художником. И это к тому замечание, что на самом деле называть его в том виде балованием судьбы, которую ему пытаются приписать, я думаю, что у нас нет никаких оснований, потому что всю жизнь он работал, и все, все, чего он добился, он добился своим трудом. Естественно, тут нужно заметить вот что. атмосфера того времени благоприятствовала ему, потому что в то время было модно создавать так называемые кунсткамеры. Что такое кунсткамеры? Это собрание произведения искусств. Мы-то знаем, что есть кунсткамера в Петербурге, и у нас сложилось впечатление, что кунсткамеры это собрание уродцев заспиртованных, когда ходишь по этой кунсткамере, какой-то я просто из любопытства пошел туда, но потом задал себе вопрос, зачем я туда пришел вообще, чтобы посмотреть этих заспиртованных уродцев с двумя головами, с шестью пальцами и так далее. То есть вот кунсткамера петербургская, она немножко такая однобокая и создает ложное представление о кунсткамерах. А это у вельмож, у голландских, нидерландских вельмож, это было отдельное помещение, которое отводили под коллекцию картин, которые они собирали. И вот это собирательство картин, которое охватило всех более-менее состоятельных людей, она стала вот таким поветрием, что ли. И это позволило вообще развиться голландскому, нидерландскому искусству. Даже Филипп IV, оценив его усилия, назначил его пожизненно секретарем тайного совета своего, ну, соответствующим возграничением, пожизненно. И с переходом этого к его сыну, этого звания. Представляете, насколько высоко он оценил? Оно, правда, не давало каких-то особых преимуществ, но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, это освобождало его от налогов вообще-то, да? И давало ему некоторые привилегии. Так что, вот удивительный образ возникает его как дипломата. Надо сказать, что в Испании он совершил две поездки и, может быть, даже больше. Вторая поездка знаменательна и характерна тем, что он уже приехал к Филиппу IV. Филиппа III уже не было и герцог Лермон впал в опалу, к сожалению, для Испании. Если бы он оставался, возможно, Испания и Нидерланды ждала бы другая судьба. Но, увы, пришел Филипп IV совершенно слабовольный. неплохой, по сути, человек, очень добрый, неконфликтный. Как мы помним, он был другом Веласкеса или Веласкес и был его другом. И вот во время второго своего приезда он как бы провел, по-моему, там 9 месяцев, очень сдружился с Веласкесом и, между прочим, оказал значительное влияние на Веласкеса в том смысле, что он, во-первых, дал ему определенный ряд советов, во-вторых, он посоветовал ему поехать как раз в Италию с тем, чтобы там стажироваться, многому научиться и это, безусловно, повлияло на живопись Веласкеса. И вот эта вот поездка его туда характеризовалась опять большим количеством работ, он копировал Тициана, вторая поездка, и сделал за это время пребывания порядка 40 работ, между прочим, живописных, несмотря на свою миссию, обратите внимание. Вообще, когда исследуют вопрос, связанный с количеством работ, их установлено, по-моему, или 1300, или 600, свидетельства расходятся. Вот тут возникает еще один момент, что он часто подписывал работу вообще, к которым он не прикасался. Ему инкриминируют этот момент и вменяют, так сказать, в качестве какого-то порицания, что он часто это делал. Ну, мы не знаем, нам легко корить, нам легко бросать обвинения человеку, который успел сделать многое, дай бог нам сделать миллионную долю того, что он сделал вообще. Я даже думаю, что ошибаюсь в большую сторону, когда говорю о миллионной доле того. Поэтому, когда мы говорим о Рубенсе, мы должны понимать, что он был очень разносторонним человеком и помимо того, что он писал, он еще и создавал то окружение, в котором он жил. Он же сам построил себе дворец, он построил там сад, насадил целой кучей экзотических растений. Он занимался всем сам. Мало того, он написал книгу, не написал, а подготовил книгу, ну и по сути дела написал о памятниках архитектуры, об архитектуре Генуи, где были произведены целая куча обмеров и были описаны все здания маломальски примечательные в Генуи. И он планировал написать какую-то книгу и говорят, что у него были зарисовки и записки, касающиеся того, какие чувства переживает человек, страдания, боль, радость. И вот эти вот все вещи, они были систематизированы у него с тем, чтобы он это мог использовать в своих картинах. И он собирался написать книгу о живописи, не удалось, к сожалению, ему это сделать. Ну, надо заметить еще, что он очень много писал, большое количество переписки с разными вельможными лицами и с первыми лицами государств, и на это тоже уходило время. Но, когда он работал, вот интересная особенность, об этом говорят многие, кто, ну, некоторые, кому удавалось видеть его во время работы, он либо сам вслух читал то, что он помнил, либо всегда нанимал чтецов, которые сидели, читали ему древнеримских авторов во время его работы. Он сидел, писал, он диктовал письма, вспоминается Юлий Цезарь, да, диктовал письма, беседовал с гостями и не отрывался в это время от работы. То есть, представьте, насколько был одарен, насколько был способным человеком. Теперь мы все-таки вернемся к его первой работе, большой работе в Антверпене. Это воздвижение креста. Работа стоит того, чтобы о ней сказать, рассказать подробно. И здесь, кстати говоря, в наибольшей степени проявилось его вот увлечение и его копирование Микеланджело. Потому что вся работа, особенно вот ее, эта центральная часть, она наполнена невероятной энергетикой, невероятным драматизмом, переданным через напряженные мышцы. Они бугрятся буквально на каждом теле, по-микеланджелоуски бугрятся, посмотрите. И более того, подчеркивается исследователями, что вообще необычная и неожиданная трактовка образа Христа. Вы посмотрите, Христос – это атлет, это довольно, говоря сегодняшним языком, довольно накачанный человек. И посмотрите, как он весь напряжен. И здесь нет как бы присущей многим работам его изможденного лица, покорности какой-то. Вы посмотрите, это человек с несломленным духом, он уже, он как бы весь вот в этом состоянии напряженности пребывает. И вообще вся работа интересна в том смысле, что здесь, если исследовать ее, мы видим мощный треугольник, осью которого является крест. И мы видим два встречных треугольника, посмотрите, да, распростерты его руки, тело и ноги. И все линии, которые идут, все линии рук, они прямо подчеркивают вот это вот общее движение. И за счет этого достигается такая удивительная сила восприятия. И вот когда он сделал эту работу, она прозвучала как гром среди ясного неба для художников. Это было новаторское решение. Здесь все исполнено невероятного напряжения. Напряжен сам Христос, обреченный на такую мучительную смерть, да, и напряжены все те, кто его обрекают. И он сумел за счет того, что он вообще любил изображать многофигурные композиции. То есть, иными словами говоря, его хлебом не корми, дай, насытит любое произведение многофигурными какими-то явлениями. Мы это видим в охоте, мы это видим во многих других работах, где он помещает невероятное количество действующих лиц, включая этих любимых его пути, детские изображения. Он очень любил изображать детей. И это здесь тоже имеет место. Видите? Изображение. И, конечно, понятно, что он еще делает эту работу еще под впечатлением Акараваджо. Но здесь заявка на будущее его решения. Здесь еще есть много таких коричневых оттенков, коричневых охристых оттенков. Но в любом случае отмечают, что вот эта фигура буквально выходит на первый план из полотна. Как эта, так и вот эта фигура. Видите? И напряженные мышцы ног передают вот это состояние. Конечно, в этом ему мало кто мог конкурировать с ним. Мало кто равным был. ему вот по передаче уже постмикеланджелосского периода, чтобы с такой силой, с такой энергетикой передавали вот это состояние. Посмотрите, каждый из них буквально напряжен. И вот это движение, смотрите, этой веревки, натянутой до невозможности, видите, ему удалось передать вот это дикое напряжение, которое испытывает этот человек. Ведь, что интересно, что каждый из этих действующих лиц испытывает свою долю напряжения в этом полотне. И мы видим, что оно у всех предельное. по характеру выражения лиц, по напряжению мышц, оно вот здесь в центральной части это дикое напряжение. Дикое напряжение физическое напряжение. В то время, как у тех, кто находится в левой части триптиха, оно какое? Оно моральное напряжение, правда ведь? Моральное страдание, которое они передают здесь. А справа здесь другой характер напряжения. Здесь это вот неистовая воля обречь на смерть кого-то. жестокая, злая воля, я бы сказал, здесь. И опять мы видим круп коня, который он нарисовал с этими мощными бабками. Видите, это называется бабки, вот колени, такой узел на коленях. Это вот серебристые оттенки. Одновременно с этим он написал, вернее, или чуть позже, он написал снятие с креста, которое тоже обладало особой силой воздействия. Там ему удалось передать то, что мало кому удавалось, это вот полностью расслабленное тело Христа. И причем подчеркивают исследователи, что он передает то состояние, когда еще они не подхватили тело Христа, оно вот-вот сейчас начнет падать. И вот как раз он схватил тот момент, когда они сейчас вот-вот ухватят все. С одной стороны одни подхватывают вот эту драпировку, с третьей стороны там Мария на свое колено, вернее, он сейчас обопрется о колено Марии своей ногой. В общем, передано вот это вот состояние сползания тела. Ну и опять, тело Христа он изобразил достаточно таким атлетическим, как это ему свойственно. И вообще говоря, что интересно, я думаю, что вот это его стремление, я не могу представить, вот не описывается его конституция самого. Может быть, все-таки он не обладал такой мощной конституцией, и вот поразившая его Микеланджело, Птициани, все это вот буйство красок, энергии, наверное, в чем-то он компенсировал свою, может быть, субтильность, может, в чем-то. Может, он не был таким сильным, и вот то, чего ему недоставало, он пытался интерпретировать благодаря своей энергии внутренней, через изображение. Потому что, смотрите, везде у него, где бы он не писал мужские тела, они все бугрятся невероятной силой мышц. Вот это праздник, торжество физической силы, красоты человеческого тела, кого бы это ни касалось, касается ли это женщин, касается ли это мужчин, касается ли это зверей, посмотрите, все они бугрятся силой, энергией. Для него жизнь, наверное, была исполнена невероятной энергией, невероятной радостью бытия, я бы сказал. И вот этот его темперамент, он, наверное, и как бы лежал в основе того, что он не мог писать так тщательно, как это делал Ван Эйкс, с упоением, с наслаждением, по долгу, да, а вот он был склонен вот к таким эпическим полотнам, к эпохальным полотнам, ну и, наверное, все вместе, совместившись, вот это его любовь к античности, которая, кстати, была присуща, между прочим, и Микеланджело, надо заметить, что он был тоже певцом античных сюжетов, и это было ему близко, значит, он в какой-то мере по духу был близок Микеланджело, правда, он был более дипломатичным, нежели Микеланджело, Микеланджело, как мы помним, был достаточно резким человеком, безапелляционным и таким нетерпимым, что ли, а вот что интересно, что касается Рубенса, он был очень, как мы говорили, закрытым, но очень был обходительным и вежливым, и со своим братом художником он общался достаточно сдержанно, хотя, хотя он вообще был достаточно требователен к качеству, однажды с одним из художников, который у него работал в качестве гравера, искуснейший художник, лучший гравер Европы, он довольно долго на него работал, он довел дело для того, что тут на него бросился с кочергой, и после этого он от него ушел, и это стало основанием для того, чтобы по всей Европе пошли слухи о том, что Рубенса убили, что использовали его конкуренты, пытаясь перехватить у него заказы. Кстати, учеником у Рубенса был наряду с перечисленными именами еще и Антониус Ван Дейк, великолепный Антониус Ван Дейк. Это был блистательный художник, достаточно близко подобравшийся по уровню к Рубенсу, и был в этом смысле даже в чем-то Рубенс его рассматривал как конкурент. Но там была еще одна история. Ван Дейк, в отличие от Рубенса, который был достаточно сдержан в отношении к жизненным удовольствиям, по крайней мере, источников нет, где бы свидетельствовал о том, что Рубенс был гулякой, любил выпить. Ну, я думаю, что это обуславлено тем, что Рубенс был достаточно скрытным человеком. А вот Ван Дейк себя всего положил на женщин, на выпивку, на широкий такой образ жизни. Кстати, он был невероятно богат, почти так же зарабатывал, как Рубенс, но он все промотал. И он, там возникала какая-то связь между, неподтвержденная между Ван Дейком и его супругой. И поэтому он постарался побыстрее как бы от него отойти, несмотря на то, что он нуждался в нем, и дальше уже Ван Дейк вел свою линию жизни. Так вот, возвращаясь к Рубенсу и к его образу жизни, за ним ничего вообще замеченного не было. Где бы он ни был, долго он ездил в своих поездках, только в Париже там есть какой-то намек на то, что он попав в какой-то определенный квартал, испытывал какое-то желание там в этом квартале бывать часто, упоминал о каких-то красивых женских головках там и так далее, но ничего такого нет. Итак, значит, вот эту сторону жизни Рубенса мы совершенно не представляем себе и о нем вот в этом смысле ничего не говорится. Ведь на самом-то деле, когда в 26-м году умерла его жена, он 4 года непонятно как жил. То есть он вообще, наверное, дал обет воздержания и пока в 1630-м году не женился на Елене Фоурмин. Да, вот женился бы на Елене Фоурмин. Почему он женился, будучи 53-летним, на 16-летней девочке? А он там в письме в одном объяснял, что ему там прочили женить бы на какой-нибудь из приближенных там ко двору и так далее. А он мотивировал это вот тем, отказ от такого варианта, тем, что он не хотел, чтобы какая-нибудь высокопоставленная дама стала его женой и потом бы стыдилась того, что он... А ведь вы знаете, что это считалось позорным работать, зарабатывать на хлеб трудом своим собственным. Вы же знаете, что вообще говоря, он даже рыцарем стал с натяжкой, потому что многие протестовали против его рыцарства из-за того, что он зарабатывал себе на жизнь собственным трудом. И мне, говорит, совершенно не нужно было, чтобы моя жена меня бы стеснялась из-за того, что я пишу, работаю кистью. И поэтому он взял из простой семьи, из семьи Формина, Формина, в которых он состоял в определенных близких отношениях, там, по линии Брантов. И, таким образом, женившись на ней, он решил для себя всю проблему и до конца жизни он был счастлив. Он выполнял все прихоти, одевал ее, обувал во все лучшее. Но есть свидетельство того, что она как бы снисходила до него. Ну, можно себе представить, он 53-летний, она прекрасна, юна, свежа и, как мы видим, хороша собой. И, естественно, она использовала это и как бы делала ему одолжение. Ну, очевидно, я думаю, что она манипулировала. Если он был счастлив вполне, то она до известной степени была, так сказать. И исследователи подчеркивают, что на всех портретах она как бы словно нехотя присутствует позирует ему. И особенно нехотя это вот видно в портрете Шубка. Кстати, с этим портретом история такова. Это одна из последних его работ. И когда он ушел из жизни, а эта работа принадлежала ей, она собрала все работы, которые он писал в обнаженном виде и собиралась их уничтожить. Фердинанд же уговорил ее духовника. Фердинанд это другой наместник уже после смерти Изабеллы пришедший. Это брат Филиппа IV пришедший на наместничество. Он уговорил через духовника, чтобы она не уничтожал эти картины и он их выкупил этих работ у нее. И благодаря этому вот эта картина, это считается одна из лучших его работ, она благодаря этому и сохранилась. В этой работе есть вот то невероятное очарование, которое вообще свойственно было ему и та непосредственность. Почему она считается лучшей? Потому что эта работа наполнена той непосредственностью, которая присуща вообще его восприятию, тому ощущению любви. И она еще характеризуется тем, что здесь он вложил все свои чувства, он передал все свои чувства, которые заключались в любовании с этой моделью. И здесь, что подчеркивается исследователями, здесь видно, смотрите, что интересно. здесь видны следы от подвязок на ее ногах и следы от корсета на ее теле. Вот эта работа была так свежа, что вот она вышла только что, раздевшись, накинула на себя шубку, то ли после приема водных процедур, то ли нет. И вот он ее в этом состоянии со сползающейся шубкой изобразил. И в этом прелесть работает. В колорите, в этом таком, опять же, он добавил сюда пурпура для того, чтобы сделать ее такой, в какой-то степени даже торжественной. И той тщательности, которую он написал, все эти детали, и той проникновенностью, которой передан этот образ. Посмотрите, свежесть, юности, красота, красота кожи, которую он написал со свойственным ему блеском и виртуозностью. И портрет, безусловно, выделяющийся, портрет, безусловно, обладающий невероятным очарованием и притягательностью. Но здесь, и это подчеркивается исследователями, все равно проявляется его склонность. Вот когда говорят об эталоне, когда мы говорим о художниках, каждый художник пишет женщину по-своему. Если мы возьмем ряд художников, мы можем взять и Ренуара, и Эдуардо Моне, как ни странно, я уже не говорю об Атичелле, Атициане, и мы в каждом находим его индивидуальное отношение к женщине и его личностное восприятие и эталона красоты и тем, как он видит женщину и что он в ней находит для себя. И возьмем того же Модельяне, как он пишет чувственно женщину. И целый ряд художников, которые создают портреты в той или иной мере. Допустим, Жерома возьмем, который просто наслажается чувственной стороной женщины и пытается ее идеализировать. Или возьмем Энгра в его многочисленных многочисленных, которые он писал. И прямо видно, что этот человек невысокого роста и страдающий комплексом от этого, он по-своему относится к женщине и он просто видит в ней недостижимую мечту, что ли, я бы сказал. А здесь мы видим все вполне реально, все вполне плотское. Но при этом надо сказать, что несмотря на свою общительность, несмотря на свою коммуникабельность, казалось бы, перед женщиной он обел. Он вдруг каменел. И вообще говоря, вот это объясняет, может быть, то обстоятельство, что у него не было каких-то известных отношений с женщинами, кроме двух его жен, которыми он просто в силу определенных обстоятельств познакомился и сразу сделал предложение, как той же Елене Фоурмен. То есть, фигура достаточно неоднозначная, противоречивая и малоизученная. Или потому, что осталось мало свидетельств, или потому, что все подчеркивают, что когда исследуешь его письма, в его письмах вообще не проявляется его внутренний мир. Он, этот внутренний мир закрыт для всех. Он пишет обо всем, о чем угодно. О делах, о каких-то проблемах, связанных с искусством, но никогда не затрагивает свои матримониальные дела. Вот это грубоватое фламандское качество, вот этот юмор грубоватый фламандский. А вот смотрите-ка, как это говорится, что девушку из деревни можно извлечь, а деревню из девушки невозможно. Так и тут, его фламандское простое происхождение, оно как бы все равно проглядывалось через его, и об этом писали, когда он там бывал на пиршествах, каких-то на веселениях, он позволял себе такие грубоватые шутки, и это ему было не чуждо. Значит, я к чему это говорю? Что он был человеком, и ничто человеческое ему было не чуждо, потому что могло сложиться впечатление, что вот я о нем рассказал в таком вот обстоятельном, таком изящном, таком эрудированном, таком обходительном, и все остальное как бы ему не было свойственно. Оказывается, это все вместе соседствовало. Вот то, как раз, что свидетельствовало о том, что если ты не впитаешь это с молоком матери, все равно это проглядывается. И вы знаете, для вас это будет любопытно, понаблюдайте за людьми, которые рядятся в тогу чинности, благопристойности, а все равно его происхождение, его воспитание обязательно через что-то проявится. И обязательно вот это вот шило, которое в мешке, оно обязательно где-нибудь это шило вылезет. Шило его внутреннего свойства, шило его воспитания, шило той среды, в которую он вырос. Это очень интересное психологическое наблюдение. И когда я говорю о Рубенсе, это очень важно подчеркнуть, чтобы мы понимали его натуру. Ведь он постоянно писал обнаженную натуру, любуясь ею, и довольно откровенно ее подавая и рассматривая с другой стороны. И здесь, когда мы говорим, допустим, о работе, там предположим, союз Земли и воды, где изображена Кибела и Нептун. Кибела это мазь Земли, где есть различные толкования, и как бы всеми исследователям подчеркивается, что это как бы аллегория. Ну и на самом деле это аллегория. Но тут, я думаю, слоев гораздо больше, чем просто те, которые лежат на поверхности, где мы видим опять мощный торс Нептуна, великолепно расслабленную фигуру, Кибелы, да, или Геры, иными словами говоря, если, вот, и рядом над ними Виктория, которая увенчивает венком, если Нептун уже с венком, то Земля вот сейчас будет увенчана венком. И вообще она прародительница всего, Земля, по разным каким-то идеологиям. Ну, и тут много зашифрованных моментов, о которых говорят, что как бы это отображение текущего положения Нидерландов, что Кибела отражает водную стихию, благодаря которому Антверпин стал тем городом процветающим. Правда, когда голландцы в силу боевых действий перекрыли устье Шельды, Антверпин в прямую не выходил к морю. Он через Шельду выходил к морю, и пока устье было открыто, он свободно торговал и процветал невероятным образом. Как только голландцы перекрыли Шельду, поскольку возникли трения между ними, Антверпин стал угасать. Об этом я не буду подробно распространяться, об этом вы можете прочесть и узнать. Так вот, это олицетворение вот этой морской сущности, это земной сущности, а это вот как бы вот та самая Шельда, которая способствует процветанию. Здесь по определенным свидетельствам эти пути изображают его, вернее, он изобразил своих детей в этих пути. Что изображает тритон трубя, вот этот горн, каких-то определенных точных свидетельств нет, либо это что-то, что взывает к борьбе за справедливость, да, потому что здесь вот тигр изображен, он как бы напоминание о том, что опасность еще не исчезла, еще грозит опасность от вербли, но он до конца еще не очистился, не освободился от давлеющих на него внешних сил. Но в то же время, видите, тигр запустил лапу во что? В символ изобилия, видите, здесь слева символ изобилия, которая у геры или у кибелы находится в правой руке ее, как бы она с собой готова принести вместе с собой изобилие, да, но вместе с тем есть некоторые угрозы, как с одной стороны, видите, тигр простер свою лапу с тем, чтобы захватить вот это изобилие, это угрозы разного порядка, это и мор, это и болезни, которые всегда нависали над Европой, и это то состояние войны перманентное, в котором пребывала его многострадальная родина, Нидерланды, и здесь еще гера не увенчана, видите, у нее есть своя корона, украшенная жемчугом, но она еще не увенчана венком победоносным, все еще впереди, как бы перспектива есть, но вот Нептун со своим трезубцем, он тоже не вселяет определенные надежды на то, что все будет благополучно, то есть, на самом деле говорится еще вот о чем, что участвуя в разных дипломатических миссиях и исколесив всю Европу, он сетовал вот на что, он говорил, что несчастье Европы заключается в том, что судьбу ее решают три юнца, не оперившихся, которые еще не представляют вообще ничего, не поняли и ничего не представляют о том, что такое вообще мир, что такое вообще жизнь, что такое вообще политика, а именно, это был первый юнец Филипп Четвертый, второй юнец Карл Первый и третий юнец Людовик Тринадцатый, никто из них не обладал достаточным опытом для управления государством, для решения государственных вопросов, и та ситуация критическая, которая сложилась в Европе, как раз зависела от решений, от незрелых решений этих совершенно трех неопытных людей, которые делали, что сбрьет им в голову, понимаете, вот трагизм ситуации, в чем заключался, и для него проблема мира, проблема соединения являлась центральной, и опять, смотрите, что интересно, опять мы видим, как он решает это математически, если мы прочертим, вот круг здесь, он точно соответствует кругу здесь и точно соответствует кругу тут, и смотрите, композиция опять, она, по сути дела, решена с помощью геометрической фигуры, голова Виктории, голова Геры, и Нептуна, посмотрите, мы видим опять треугольник, включая вот эти круги, какая интересная схема получается, знаете, как интересно и прозрачно, если мы начинаем понимать, что происходит, как прозрачно решается композиционное решение, да, и все опять определяется математическими всякими моментами, я уже не говорю о том, что мы видим здесь определенные линии, вот если мы начнем сопоставлять параллели, то мы их увидим, видите, все это создает определенный ритм, определенную музыкальность, мало того, что тритон в чистом виде трубит в рук, создавая ощущение музыки, прямо мы слышим этот звук, опять ситуация напряжена, почему работа столь насыщена, что несмотря на какое кажущееся простое решение, присутствие всего трех фигур основных, не считая детей и тритона, она тем не менее полна энергии, насыщена таким определенным драматизмом, и при всей, казалось бы, позитивности сюжета, сейчас, когда мы чуть-чуть погрузились с него, мы вдруг поняли, что там довольно тревожное состояние, она еще не возложила этот венок миртовый ей на голову там, понимаете, какая интересная вещь, или какой-то там венок, который свидетельствует о доблести, о благополучии полном, то есть мы находимся в некоем состоянии шаткого равновесия, что вообще всегда присуще нашей жизни, никто из нас не может при всем своем благополучном стечении обстоятельств, при, казалось бы, достижении какого-то уровня благосостояния, никто не может утверждать, что это навсегда, что это не может поколебленно какими-то превходящими обстоятельствами, включая болезни там, извиня, форс-мажорными обстоятельствами, понимаете, и вот такая философия, мне кажется, очень интересная, когда первый раз смотришь на картину, мне кажется, ну все, все благопристойно, все спокойно, льется вода, тритон там веселит публику своим ревом, своей раковиной, да, детишки плещутся там в воде, да, и они, посмотрите, одна рука лежит на другой руке, тритон такой ласковый, вернее, не тритон, а Нептун ласковый и все остальное, и гера такая размягченная, а посмотрите, сколько драматизма в этой работе, неожиданного, когда мы погружаемся в смысл происходящего там, вот это интересно, я уже не говорю о той работе, которая говорит о возвращении Дианы Охотницы, тут есть тоже антитеза внутри этой работы, смотрите, казалось бы, в позах, в движениях преобладает некое спокойствие, некая благостность, на самом деле мы должны просто понять, кто такие сатиры вот эти вот, кто они такие козлоногие сатиры, на самом-то деле это развратники, пьяницы и дебоширы, и вот она возвращается с Охоты, а за ней вот эти ее как бы трофеи, это свидетельство заяц, там еще какие-то птицы, свидетельство ну, фривольности, фривольного образа жизни, разврата, и вот они тушки эти как бы повержены, убиты, разврата, она идет совершенно другими целями, она идет погружена на какие-то свои мысли, а все вот эти вот господа слева, они, во-первых, они соблазняют ее яствами, видите, всего у него в досталь, и он вот сейчас предлагает ей некое увеселение, пойдем на вечеринку, как это обычно у нас, да, столько будет интересного, столько вкусного, что стоит, давай, милочка, пойдем на вечеринку, видите, вот такое вот соблазнение, и смотрите, все в этой картине очень интересным образом решено, опять он динамику ставит на службу своим целям, все фигуры их склоняются довольно четко, видите, возьмем мы руки, я утрирую немножечко, но посмотрите, все у них в сторону, а она, видите, наклоном головы, как бы противодействует, несмотря на то, что как бы ее рука тоже отвечает этому движению, но вот в этом противодействии внутреннем есть вот эта вот антитеза этим движением сатиров, и девушки отчужденно смотрят сюда с висящими всякими трофеями, и что самое главное подчеркивается исследователь, что о силе и о каком-то несогласии, и о каком-то моменте свидетельствует торчащее там копье, посмотрите в ее руках, которое в любой момент может быть пущено в дело, так что на самом деле благоприятный сюжет и собаки присутствующие здесь, вот это вот все изображено, как я уже говорил, с нейдерсом, видите, если мы подойдем близко и рассмотрим, с каким тчанием это сделано, насколько искусно все это выписано, этот натюрморт в руках у мужчины слева и собаки, все это прописано с таким тчанием, которое свойственно с нейдерсу, когда мы приходим в Эрмитаж, мы много видим там натюрмортов, написанных фламандцами, и там мы видим, с каким мастерством это все сделано, и здесь мы как раз видим сочетание красоты и искусностей в передаче динамики и энергии тел сочетается с тщательностью, мне кажется, здесь есть что, внутреннее некий диссонанс, если мы посмотрим, как написано одно и как написано другое, они входят друг к другу в противоречие, то есть, мне кажется, что от этого работа немного проигрывает, от того, что Снейдерс писал в своей манере, а Рубинс пишет в своей манере, и они видны, что это разные немножечко манеры, несмотря, что написано тщательно, мы видим, что это немножечко другое по своему характеру, и это единственное, что я могу, так сказать, как такой взыскательный зритель, предъявить, потому что, если посмотрим, как выписаны фрукты, вот эта их лакированность, обращаю ваше внимание, внимательно посмотрите, она ни в коей мере не соотносится с той жизненной силой, переданной, вот это вот, как говорили, что вот эта вот кожа, эти мышцы, это вот экспрессия, эта энергия, она не соотносится с какой-то такой постаральностью вот этих вот фруктов, внимательно посмотрите, вы увидите, что есть некий диссонанс, та небольшая претензия, которую я могу предъявить, и это как раз свидетельство того, что вот его симбиоз одного и с другим не всегда бывает органичным, но с другой стороны, это ни в коей мере не умаляет вообще силы воздействия этого полотна, жизнеутверждающая, я бы сказал, силы и той красоте женского тела, той силы мужского тела, того сочетания этого вот функции женщины, функции мужчины, этой красоты женского тела, полного силы, здоровья и обещающего надежное какое-то такое будущее с точки зрения создания семьи, которую он рассматривал, вообще фламандская женщина, она, это подчеркивается исследователем, она была такой добротной, пышущей здоровьем, силой, такой, вот помним мы молочницу у Вермеера, да, она вся такая налетая молочница, полная силы, вот такой вот, да, она вот такая может рожать детей, воспитывать детей, у Рубенса, вот смотрите, сколько бы он ни писал, каким бы он не был бы таким изящным, воспитанным и таким высокообразованным, все равно его тянет к какому-то вот такому здоровому, первозданному началу, теперь, скажем, то же самое с Марсом, если мы посмотрим, Венера, венчающая Марса, опять мы видим торжество вот этой силы, вот этой энергии, этой красоты женского тела, посмотрите, вот это вот синеватый голубоватый оттенки тела, они прямо передают ощущение напряженности жизненных токов, которые идут по телу, как он пишет волосы, посмотрите, с каким правдоподобием, я думаю, что лицо вот той женщины, это богиня зла, вон там она изображена с неудовольствием, оно могло быть написано не Рубенсом, скорее всего, если он писал это полотно, то какие-то вспомогательные части видно, что могли быть написаны ним, она немножко такая условная здесь, но, безусловно, писал лицо и той, и другой дамы, и Марса, видите, он попирает поверженного врага, здесь тоже есть определенный треугольник, если мы посмотрим, смотрите, голова поверженного врага, голова увенчивающей его богини, и голова вот этой действующих лиц, мы провернем, если свяжем это, тут тоже образовывается треугольник, понимаете, что придает определенную энергетику, эти связи, я не говорю уже о тех связях, которые здесь есть, геометрические линии, которые всегда, они имеют место, этот ритм, видите, который я всегда показываю вам, потому что это создает определенный стержень и строение, и это держит картину, и везде, где только мы сейчас коснемся, допустим, здесь это решено в технике стейнебросу, еще караваджизм мы видим здесь проявлен в полной мере, видите, это драматизм ситуации или торжество ситуации проглядывается опять же через тот пурпур, которым он решает это все, видите, пурпур здесь играет роль такого ощущения торжественности момента, и здесь, здесь другой сюжет, это царь Лапифов и Ксион как бы пытается соблазнить жену Юпитера, а у него их было как нам известно очень много, не знаю сколько, никто не считал его жен Геру, и что интересно, вот эта богиня Нефела, а этот Юпитер стоит задумчиво, он не может простить Ксиону то обстоятельство, что он пытается флиртовать с его женой, и он ему представляет в виде какого-то облака по мифологическим сюжетам, таким образом сделанным, и в дальнейшем Ксион поплатится за это тем, что он его поместит на огненное колесо и бросит его по-моему в Тартар, то есть здесь вот как раз этот сюжет, видите, он сидит задумчивый, уже обдумывая кару, какую за это понесет Ксион, он первый раз ему простил за прелюбодеяние, которое он осуществил, изменив там своей жене, первый раз ему простил, а второй раз он вот этот сюжет показывает о том, что он находится в преддверии того, что он его накажет, здесь тоже изображено, посмотрите, с какой любовью к женскому телу, вот обратите внимание, все-таки я говорил о фламандской женщине, такой пышный, с довольно плотными ногами, такими устойчивыми ногами, видите, и вся вот эта вот его манера, она на самом деле переходит из полотна в полотно, когда начинаешь привыкать к этому, ты находишь неизъяснимую красоту вот в этом его решении, в этом его предпочтении, таком вот, и я хочу еще вот что заметить, что, конечно, я думаю, придет время, и эталоном красоты будет что-то иное, как эталоном красоты в его время, в рубинсовское время, была вот такая женщина, вы знаете, вот чем больше погружаешься, чем больше приникаешь к его творчеству, тем больше ты начинаешь принимать это вот состояние красоты женского тела, вот красота рубинсовских женщин, она действительно может иметь место в преломлении его восприятия женщин, в преломлении того идеала, который был во Фландрии, да, восприятие как основательности, как продолжительности рода, да, как признак здоровья, румянца на щеках, да, а вот давайте посмотрим на реальность, сегодня женщины ходят достаточно, мягко говоря, неприкрыто, особенно это свойственно молодым, которые стремятся вообще показать все те достоинства, которыми их наградила природа, и даже которыми не наградила их природа, вы заметили, да, и поражаешься тому многообразию форм анатомических каких-то упражнений природы, которые, вот, я думаю, наверное, хорошо было то время, когда женщины носили длинные платья, знаете, мужчина женился и брал кота в мешке, да, а потом что делать, да, а сейчас, какими бы они ни были, вы знаете, вот, тут изменяет чувство меры людям, да и мне тоже, наверное, каких-то ситуаций, когда надеваю на себя что-то нелепое, не идущее мне, да, моей конституции, моему типу фигуры, далеко не идеальному, да, и вот я смотрю на людей, особенно на женщинах заметно, на мужчинах тоже, вот сейчас особенного такая мода, обтягивающие брюки носят, да, это вот, ну, может не к месту, анекдот такой будет, когда, там, кавказец, видит, провожает взглядом девушку, и говорит, девушка, где вы купили такие тонкие, кривые колготки, понимаете, это не вина человека, это его, вот так природа скроила его, на этом фоне поражаешься этому удивительному анатомическому многообразию, я думаю, в чем дело, почему природа не создает людей достаточно вот какими-то вот, ну, сообразными, эталону какому-то, некоему, да, а вот с самыми несуразными фигурами, и вот тогда понимаешь, что когда он пишет эти фигуры, которые близки, в общем-то, какому-то нормальному восприятию, да, и ты видишь, что он воспевал вообще, он как бы обожествлял женщину, даже вот в такой форме, и тогда уходит, я почему об этом говорю так подробно, тогда уходит вот это предвзятое отношение, ах, Рубенс, это вот опять вот эти вот, окорока, извините за выражение, да, это опять вот эти вот, а посмотрите, как красивые, они здоровы, они пышут силы, энергией, красотой, привлекательностью, и какой-то такой, даже, мягко говоря, вызывают желание, да, согласитесь, то есть они влекут, они влекут эти женщины, значит, Рубенс сумел, он же, и потом он Филиппу IV посылал, там его предупреждал, Оливарис, вот ты не присылай ему таких вот голых женщин, там, и так далее, а тем не менее, для Боэн-Ретиро, когда он, Филипп IV, наконец-то оценил его как живописство, он заказал ему целую серию картин для своего охотничьего домика, Торре де ла Парада, там у него такой небольшой дворец был, в Боэн-Ретиро, где он охотился, и где он не только охотился, и не только на зверей охотился, а охотился еще на хорошеньких женщин, помимо своих жен, да, у него было очень много, как мы знаем, небрачных детей, там, в Боэн-Ретиро сооруженных, да, и он там заказал, вот, целый ряд полотен, кстати, Рубенс уже заказала и Мария Медичи, целую серию полотен для Люксембургского дворца, там предполагалась серия, посвященная ее, приезду в Париж, ее доблестям, мнимым, в количестве 24 полотен большого размера, и он таки сделал эти полотна, несмотря на то, что это было сопряжено со всякими сложными моментами, связанными с урегулированием финансовых и организационных вопросов, и это до сих пор в Лувре, в парижских музеях мы можем увидеть, если поедем туда, вот его блистательные полотна. И, кстати, ведь он был почти основоположником направления барокко, ведь он, и этот, между прочим, Делакроа подчеркивал, что он явился маяком для создания многочисленных школ воспоследовавших за ним. Ведь Буше, Фрагонар, Вато, вы посмотрите на их полотна и увидите, что это точно Рубенс. Рубенс, но уровнем чуть-чуть пониже, понимаете? То есть Рубенс оказал огромное влияние на последующее поколение художников. Это был потрясающий, конечно, новатор, и это был потрясающий светоносной силы художника. А теперь посмотрим на произведение, вот где идет охота на тигров. Здесь все буквально подчинено эллипсоидальным линиям, этим определенным округлостям, которые имеют место. Это тот самый конь, который в битве при Ангиере, он прямо в чистом виде сделал парафраз. И здесь, если мы смотрим на Крупы, здесь одинакового диаметра, смотрите, круги. Здесь круг этого диаметра, Круп Льва, это тоже круг. И все они закольцованы, если мы посмотрим еще движение рук, мы увидим их пересечение. Это создает удивительное напряжение, удивительное перекличку. Видите? В положении тел, в положении рук. Это все пронизано линиями. И я бы сказал, что это некая такая драматическая оратория, я бы сказал, вот этот вот напряженный. Если мы посмотрим, все это вместе создает удивительное напряжение драматизма, происходящего здесь, где мы видим, с какой изобретательностью, с какой силой воображения он передает вот это переплетение тел. Посмотрите, это же все, это же мало нарисовать, это надо придумать, это же надо себе вообразить. Вот это не видя конкретно этого сюжета. Ведь на самом деле, что Рубинс сделал? Он создавал все по воображению, как писал он женщин по воображению, не с натуры. Он, конечно, когда-то и писал с натуры, но в его мастерской писали об этом, что вы не найдете натурщицу. То есть он накопил этот материал в какое-то время и потом копирует Тициана, многих других художников и когда-то занимаясь обнаженной натурой. Остальное все он создавал по воображению. И вот такое произведение создать по воображению это свидетельство того, что он был виртуоз вообще на самом деле. И все эти пластические решения, несмотря на драматизм ситуации, все заключается в элипсоидальный, видите, здесь круг. И вот диаметр этого круга, он соответствует диаметру этого круга, диаметру крупа лошади, диаметру здесь, понимаете, движению тела. Это так интересно, когда начинаешь исследовать, понимаете, вот этот диаметр, этот диаметр. И такое впечатление, что идет перекличка вот этих кругов, наслоение этих кругов и включая вот эти переклички этих линий, которых, когда я исследовал, их было целое множество. Она буквально испечатлена всеми параллельными и относительно другого выстроенных в каких-то антитизах, в каких-то противоположных направлениях. И тогда мы понимаем, что вот этот вот момент, связанный с напряжением, с этим буйством стихии, стихии человеческой, стихии зверины, стихии природы, оно передано им с невероятной силой. Почему он имел такой успех и почему эти работы пользовались таким успехом и он их сделал столько повторений этих работ в разных вариациях. У него там с крокодилами, есть с кабанами, с львами, с волками есть еще. Представляете? Вот теперь касаясь работы Амвросии, императора Феодосия. Вопрос задается, конечно, нами, что такое Амвросия, Феодосия, кто они такие, почему он их изобразил здесь и что здесь происходит на самом деле. На самом деле происходит вот что. этот Феодосий в силу разных ошибочных решений подверг массовым казням всесолонийцев, не разобравшись в сути вопроса. В общем, принял поспешное решение, потом пожалел, но уже ничего не мог сделать. И в результате Амвросий, который обладал невероятным авторитетом, влиянием в Милане, он по-другому назывался, этот город, был епископом этого города. Кстати, он был очень богат, а потом отказался от богатства, раздал все бедным и стал жить довольно скромно. И был в этом смысле величайшим авторитетом. И когда он этому самому Феодосию написал послание с тем, что тот покаялся за казнь фессалонийцев, он его ситуацию сравнил с ситуацией, связанной с Давидом, проводя некую параллель между тем, когда он соблазнил Версавию, поступил неблаговидно, мягко говоря, и обратив его внимание на то, что он был наказан тем, что первенец, который родился у него от Версавии, он умер. И то же самое он как бы пригрозил, ну не пригрозил, а сделал намек, что и твой первенец уйдет из жизни, что, кстати, потом и произошло. И в результате чего вот этот вот Феодосий, император, для того, чтобы он выступил перед Богом ходатай, чтобы простить ему грехи, а иначе в противоположном случае не было бы святого причастия ему, он вынужден был с себя снять все эти регалии императорские и пойти, так сказать, покаяться. Вот здесь эта сцена изображена, собственно говоря. Он себя сейчас готов будет снять регалии. Видите, какое подобострастное выражение императора перед епископом. Кто такой епископ, кто такой император. И представляете, вот это вот противопоставление, кстати, это достаточно распространенный сюжет. И здесь он передал вот этот блеск всех атрибутов императорской власти. Видите, вот эту мантию пурпурную, которая свидетельствовала о сане, который был на нем. И некий покаянный, и тут немножко такое подобострастное выражение лица. Обратите внимание, он как бы заискивает перед епископом. Здесь он хорошо это передал. И все его военачальники, пригорюнившиеся, так сказать, за этим. И сюжет, драматизм сюжета заключается в том, что он унижается перед, он готов унизиться перед епископом, сняв себя в серегалии. Вот в этом смысле он передал, во-первых, конечно, живописностью невероятно передал мантию епископскую, да, и отношения епископа, видите, увещевающего его. И здесь вот этот вот ряд, посмотрите, опять, с какой силой он передал и энергетикой любуешься строем этих ног его военачальников. Да, вот этот вот момент, связанный с его стремлением всегда утверждать некую красоту, физическую, мощь физическую и силу физической вообще природы, немножечко идеализированной, наверное, немного преувеличенной. Но на самом деле, что такое искусство? Искусство это никогда не бывает правдой. Искусство это вымысел, над которым Пушкин собирался слезами обливаться, да, или обливался слезами. И опять, когда мы говорим о роли искусства, мы снова приходим к мысли, что искусство позволяет нам выйти из пределов реальности и перейти в другую область, где я себя ощущаю гораздо тоньше, гораздо глубже и по-другому себя могу восприять, потому что реальность забивает буквально все наши органы восприятия, как пыль забивает нозри, легкие наши, и мы не дышим уже тем чистым воздухом. И вот этот способ очищения внутреннего мира приходит через аллегорию, через то, что мы начинаем погружаться в мир, созданный художником, в котором он обостряет все наши чувства, в котором он обостряет все противоречия человека, несмотря на то, что этот мир вымышлен, условно говоря, хотя ситуация с Феодосием и Амврусием, она была в реальности, как бы, вроде бы она была в реальности, и это все имело место. Теперь вот того очарования, хорошо, перед этим я скажу о поклонении волхвов, Балтазар, Мельхиор, все эти вот здесь имеют место, но что я хочу опять подчеркнуть, смотрите, здесь мы видим четко, вот есть у нас диагональ идущая, смотрите, и совершенно четко по диагонали прямо через все эти лица идет диагональ, посмотрите, какая мощная энергетика, энергетика, мы ее не понимаем, за чего он ее добивается, вот оно оказывается, в чем дело, и если мы проведем вертикальную ось, то вот вам, пожалуйста, что мы видим, что младенец в этой вертикальной оси, мало того, эта линия, видите, вот казалось бы, он случайно ее поместил, вовсе не случайно, видите, вот этот острый угол, и все это, вот этот треугольник, смотрите, треугольник лиц, здесь мы видим, видите, я прочертил треугольник лиц, этот треугольник, остре треугольника, направлено куда? Через взгляд, Бельхиора, смотрите, сюда же опять направлено, молодец, посмотрите, как искусно он решает проблему с помощью композиционных построений, то есть, это наряду с эмоциональным восприятием, это еще и аналитик, который создает с помощью определенных приемов нужное ему впечатление, казалось бы, самая маленькая голова, самый маленький персонаж, но он находится в центре событий, и он фиксируется нами, нашим взглядом, он выхватывается мгновенно, я уже не говорю об этих мощных пятнах цветных, об этом серо-голубом прекрасном, этом зеленоватом голубом, и все вместе создают удивительную поэтическую картину, удивительно напряженную, и с другой стороны, какую? благостную картину, в которой мы видим точно, о чем нам художник хочет рассказать, у него разные версии, разные интерпретации, опять же многофигурные, обратите внимание, сколько фигур, опять его вот любовь к полноте жизни, к многообразию и разнообразию жизни, ну не гений ли, ну не красота ли в его произведениях заключена, невероятная, казалось бы, мы видим много всяких поклонений волхвов, но посмотрите, какое оно у него, оно жизнедеятельно, оно брызжет, оно искрится энергией, радостью бытия, о котором он нам здесь говорит, когда младенец непринужденно кладет свою, с позволения сказать, лапку маленькую, на голову поклоняющегося ему волхва, не правда ли, а волх целует его ногу в этот же момент, какая сила воображения, какая сила искусства, ну портретная галерея, мы можем коснуться Томаса Мора, Марии Медичи, его автопортрет, вот между прочим, с тех пор, как он начал лисеть, а вот это лисение его обнаруживается в том коллективном портрете, он ни разу уже после этого без головного убора не сделал ни одного своего автопортрета, и вот теперь мы видим его молодого, изящного, красивого, мужчину в шляпе немножечко на бекрень, эдакого щеголеватого, да, что говорит о непростом его характере вообще говоря, мы говорим о закрытости, значит, вот этот автопортрет при всем при том, несмотря на то, что он не передает всех нюансов, но здесь мы видим, что человек не просто он вещь в себе, и вот этот вот щеголеватый наклон шляпы говорит о том, что ему свойственно вот это вот стремление быть изящным, да, и кстати, об этом свидетельствует весь его образ жизни, и все его жилище, которое он украсил бесчисленными произведениями искусств, которые потом, конечно, были распроданы и разобраны ему потомками, и так далее, кстати, коллекцию его рисунков, рисунков сумасшедшего, по величине коллекции, он завещал тому из своих сыновей, кто станет художником, а поскольку никто не стал художником, половина коллекции пропала, половина коллекции усилила, по-моему, оно в Лондоне, или еще где-нибудь существует, и, конечно, портрет Елены Фоурмен, посмотрите, как он ее любил, все, что есть ценного, он отдал ей, посмотрите, все украшено самоцветами, жемчугом, сережки, посмотрите, какие, это вам не те сережки, которые были на девушке с сережками, жемчужные сережки, это сережки совершенно другого толка, если там есть предположение, что те сережки на ней искусственные, у той девушки, то здесь мы видим, что это настоящее, он ее буквально завалил тряпьем роскошным, она купалась в роскоши, и, посмотрите, какое выражение у нее там, где она вынуждена позировать ему голой, и какое у нее выражение торжествующее здесь, она это все приняла как данность, понимаете, ну, человек быстро адаптируется к хорошему, привыкает, и, конечно, мы теперь можем видеть, насколько интересен портрет или образ герцога Бекингема, пресловутого Бекингема, о котором написал Дюма, который на самом деле вроде бы любил Анну Австрийскую, портрет, который мы здесь видим, опять со свойственной фламандцем тщательностью написал он ее драгоценности, которые, собственно, льстили и должны были польстить королевской особи, здесь она всячески украшена, я думаю, что колонны написал не он, скорее всего, хотя, если он это делал в Париже, вполне мог написать и он, ну, и опять пурпур, соответственно, да, признак, опять коническая композиция, где все ведет к тому, что внимание заостряется, видите, на лице, почему чаще всего портреты делают такой пирамидальной композиции, потому что вершиной пирамиды является лицо, и таким образом все концентрируется, все внимание на лице, здесь это с очевидностью передано, когда парадно-торжественный портрет, то же самое у Марии Медичи, которая бежала, и он сделал этот портрет в Антерпене, когда она уже бежала, после провала одной из своих очередных интриг, вот опять, о женщина, против своего собственного сына, Людовика XIII, интриговала, интриговала, до тех пор, пока ее вообще не выслали из Франции, все, и она окончила свою жизнь в Кельне, кстати, в том же доме, в котором жили Рубенсы, когда вынуждены были уехать из Антерпена, они там жили, и она жила в том же доме, и в том же доме она умерла, вот, вскоре после этого, и вот мы видим здесь ее портрет, и опять, смотрите, вот удивительное дело, почему он его не закончил, да, говорит о том, что вот, вот он сделал основное, да, передал вот это основное, основное ему был вот как-то недосуг, неохота была это все делать, и вот он в таком полузавершенном, хотя Томас Мор, прекрасно выполненный портрет, несчастный Томас Мор, который был сначала любимцем короля, который потом был казнен им же, да, Геусет Бекингем был убит, тоже, в реальности был убит, не только убит был Дюма отцом, но и в реальности тоже был убит, здесь что интересно, что опять, вот мы видим здесь эллипсы, переходящие, повторяющие контур лица, как бы таким, и причем очень красиво, вот эти желтые вставки, желтоватые вставки, три грации, все опять же, то, о чем мы говорим, что вот эти округлости, которые вообще являются украшением женской фигуры, они украшают на самом деле и произведения искусства, и от этого никуда не деться, потому что, когда мы описываем эти эллипсы, мы можем их найти и описать, и прямо, если простраивать, мы просто четко увидим в изгибах, всех этих, они имеют место, уже не говоря о том, что это само по себе природой, обозначенное и придающее изящество женскому образом, оно и в искусстве передает, и придает определенное очарование, и наконец, потрясающая картина, мы видим венецианское зеркало, мы знаем, что лучшие зеркала делались в Венеции, с фацетом, с идеальной ровностью, это не теперешние зеркала, которые продаются в магазинах, которые смотришь, они искривляют тебя немножко, это очень качественное зеркало, и здесь, понимаете, здесь вот это, казалось бы, деталь, но подчеркивает все, дороговизм всего происходящего, на самом деле, значительность всего происходящего, но совершенно точно, это лицо писал не он, ну, такой мастер не мог написать, вот, мы смотрим, посмотрите, как написано, лицо Венеры здесь, видите, и как написано вот это вот лицо, вот тут, вот тут и проявляется, то, что мне интересно, то, что мне нравится, я пишу, а то, что мне не нравится, иди-ка сюда, вот изобрази тут, и прямо мы видим, что этот ангел, этот Эрот, Купидон, вот он держит зеркало, ну, посмотрите, как образ в зеркале написан, замечательно, как здесь перед нами шелк волос, и мы сразу адресуем себя в воспоминаниях к Тициану, помните его введение с зеркалом, и возникает ощущение какой-то внутренней благостности, какого-то тепла, и так чем-то родным видит, я же помню Тициана, как это здорово, как это все коррелируется, как это корреспондент, как-то связано, говоря нормальным русским языком, а то я два слова употребил, совершенно необъяснимо, почему, и опять смотрим мы, но это же живое тело, это же потрясающее живое тело, и опять этот браслет украшающий, написанный изумительно, с любовью, немножечко плосковато тут, ну, ничего, это можно, а, как бы простить автору, такому автору, и опять этот самый пурпур, смотрите, куда без пурпура, который говорит о торжественности, о значительности фигуры, которую он пишет, понимаете, и тут мы должны себе ответить на вопрос, ничего, никаких мелочей здесь не бывает, все зачем-то сделано, он мог эту пурпурную накидку сделать, не накидку, а покрывало, сделать, допустим, синим бархатом, да, но это бы изменило ситуацию, это не было, не придавало бы такое значение, это ведь Венера, это ведь богиня, она не на какой-нибудь зеленой, синией накидке будет сидеть, она должна сидеть обязательно на пурпурной, и золото волос, шелк волос, удивительным образом сочетается с торжественностью, вот того, что мы видим, и на самом деле, вот это тело, оно, оно очень живое, оно осязаемое тело, понимаете, вот в чем прелесть многих работ Рубинса, в светоносности, в живости, в прозрачности кожи, в пульсации крови под этой кожей, и мы ее видим, мы это чувствуем, вот в этом весь Рубинс, вот то, как он писал, живое тело, называется такой термин есть, карнация, это писать живое тело, живую кожу, карнация, вот это вот карнация чистейшей воды, когда он ушел из жизни, вернее, когда он заболел, был в пресмертном состоянии, около 4 тысяч жителей Антверпина потянулись к его дому, понимаете, это что значит, это как люди ценили его, это какой степень восхищения перед жителем города, который являлся украшением, ну а уж как были организованы похороны, это вообще отдельно, статья, когда шли впереди монахи, с факелами, люди по обе стороны, стояли передором, и по-моему, сколько-то недель длилось, вот это вообще, заупокойные дела, панихиды, все там, церковь была с потолка до полу, украшена черным бархатом, то есть я говорю не потому, что я хочу затронуть какие-то вот эти щекотящие наше воображение, подробности, а это я хочу подчеркнуть, какое значение придавали вообще фигуре Рубенса, вот таким образом, он ушел, и сопоставить, помните, я говорил, как уходил Рембрандт, когда за ним шла только его дочь, и он был похоронен на кладбище для бедных, и не было, и безвестная могила, до сих пор не найдена могила, и как был похоронен Рубенс, то есть это вот разные судьбы, они равновеликие, и может быть Рембрандт как-то еще более интересен, да, в своем проникновении в человеческую сущность, но вот как эти два равновеликих фигуры окончили жизнь свою, и вот в этом смысле, конечно, Рубенс, я хочу, чтобы вы с сегодняшнего дня немножечко по-другому к нему отнеслись, если у кого-то было предубеждение, потому что Рубенс, это сияющая вершина, в этом удивительном горном массиве, с позволения сказать, выдающихся личностей мировой культуры. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова